Вот убери из нас лишнее, и сама свободная энергия, она сама потечет. Иногда дождь становится событием, закат становится переживанием, рождающим слезы. Ой, это такой частый вопрос на группах на самом-то деле. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт трансформации в духовном плане. Вот были самые такие стильные трансформации медитации, где я свободно покидала тело, соединялась со вселенским, скажем, сознанием, заходила. Они были вот в подростковом возрасте, еще в раннем, ну подростковом, не ранний вроде бы, да, такой возраст. И все астральные путешествия вот в этом подростковом возрасте. И так случилось, что я жила либо у бабушки в деревне, где у меня была масса свободного времени, я была одна. И потом мои родители приехали в крайний дом у леса, где было несколько километров леса, сосны, дятлы. И все, что мне оставалось, это медитировать, изучать себя. Да, мои друзья жили далеко. Потом на какое-то время мое сознание, оно уснуло, скажем так, и я стала вообще вот обычным человеком, который что-то в этом мире ищет. Вот я даже занялась бизнесом, да, то есть все хорошо, мне нравилось играть большими суммами денег, меня это очень увлекало. Я была такой вот практически обычной. Конечно, где-то внутри меня всегда оно было, но была такая, скажем, потеря некой ориентиров, да, кто я. И в этот момент я вижу приглашение в группу в Малый Тибет, в Гималайи. И у меня внутри что-то там ёкает. Я чувствую, да, мне туда нужно. И я звоню организаторам и говорю, что я с вами еду. Они говорят, вы знаете, у нас все места заняты. Я говорю, нет, я с вами еду. На следующий день у них кто-то отказывается, они меня перезванивают. Я говорю, ну я же сказала, что я с вами еду. Я последняя в этой группе. И в ночь перед выездом в Гималайи ко мне приходит мой дух. И пока я вижу свою судьбу, если я еду в Гималайи, и если я не еду в Гималайи. Я вижу, что у меня будет прекрасная судьба, хороший муж, ребёнок. Мы построим дом, и я проживу в этом доме с счастливой семьёй до конца своей жизни. И дух говорит, ты в этой жизни можешь отдыхать, ты можешь ничего не делать, то есть не обязательно. И я вижу свою поездку в Гималайи, и понимаю, что я вижу как одновременно проистекающую картинку, как бы как будто я весь фильм просмотрела в одну секунду. Вот так я вижу, я вижу эту жизнь, которая вот такая вот безумная, хаотичная, где очень много людей, где я что-то делаю, я вижу, что будут взлёты и сильные падения. Я понимаю, что меня что-то ждёт в этих Гималаях. И в определённой точке пути я остаюсь медитировать одна на горе у Шанти Ступы. И в какой-то момент я проваливаюсь в очень глубокую медитацию, в которой я выскакиваю из тела вновь. И я вижу строение системы, звёздные карты, строение измерений. Для меня это вот на огромной скорости проносится как база данных, которая быстро подгрузилась в компьютер. И точно так же я начинаю... Со мной происходит очень сильный духовный, такой спиритический опыт, после которого просыпается яснознание, ясновидение, оно просыпается одновременно. И в какой-то точке нашего пути по Гималаям со мной происходит другой опыт, где я начинаю слышать дух, который просто начинает свободно разговаривать. И голос самой жизни как будто бы он проистекает, и я слышу, и вот происходит так. Я очень сильно меняюсь. В этот момент, я сейчас могу об этом говорить, тогда мне было безумно страшно, на самом-то деле. В этот момент во мне кто-то заканчивается. И я понимаю, что во мне та света, которую я знала, она, грубо говоря, вообще умирает. Её как будто бы нет. То есть личность в тот момент, она вот пум, и как будто бы замолкла. У меня наступила абсолютная тишина внутри, так же, как это было в детстве. У меня не было мыслей в детстве. Когда я слышала, что у людей есть мысли, я спрашивала, а что вы что, не умеете останавливать мысли в голове? Это же так просто. Голова должна быть пустая. И вот эта пустая голова вновь меня, скажем так, догнала. Моя голова стала пустая, то есть без мыслей, без состояний. Со мной стали происходить странные вещи. Вновь я стала видеть, я стала слышать. Я стала видеть то, чего мои глаза не видели ранее. Я стала понимать, что наше измерение не единственное. Я стала видеть, что происходит с людьми. Я стала чувствовать их так, как я чувствую себя. Как будто бы это моё тело. Как будто бы это мои чувства. И для меня было очень-очень сложно, потому что как будто бы в раз всё так пау, сознание сделало вот такой скачок. И вернувшись к себе на родину, в свой город, я стала понимать, что со мной происходит что-то странное. Я не помнила номер своего телефона. Я не помнила, как зовут моих близких родственников. Центральные улицы города. Мне было страшно. Действительно, мне не с кем было поделиться. Мне не с кем было обсудить вообще, что со мной происходит. Вообще, что такое. У меня может быть шизофрения вообще. Да, вот были такие мысли. Но я понимала, что для шизофрении у меня слишком ясное сознание. Я слишком ясно воспринимаю действительность. И я ухожу в медитацию, в молитву внутреннюю с вопросом, что со мной такое происходит, что со мной произошло. Мне снится сон, в котором ко мне подходит... Я знаю, что это мой мастер ко мне подходит из прошлого воплощения. Он подходит ко мне, идет, берет меня за руку и говорит, ты не должна беспокоиться. Ты должна спокойно принять то, что сейчас с тобой происходит, потому что в земном измерении тебя не было 20 лет. И когда я вышла из измерения, да, из астрального, я вдруг поняла, да, это очень похоже действительно на то, как будто бы я уехала из своего города на 20 лет, потом вернулась, и я вроде бы помню, но вроде бы и не помню. Очень было похоже на то. Я заново училась подмывать своего маленького ребенка на тот момент. Я заново очень многим вещам вспоминала. И где-то в течение нескольких месяцев я полностью обратно собралась, то есть в обычную свою человеческую сборку. Личность все так же присутствует, просто она маленькая и управляемая, она не доминирует, не владеет надо мной, но она все так же присутствовала. Вот такой опыт. Вот с тех пор я стала медитировать, ну как медитировать, садиться, пребывать в тишине. Я стала чувствовать какой-то поток, поток любви, поток чего-то, происходящий через меня. Когда я открывала глаза, почему-то вокруг меня сидели дети в медитативных позах, то какие-нибудь кошки, то какие-то собаки ко мне придут отовсюду. И вдруг почему-то друзья стали говорить, Свет, можно мы с тобой помедитируем? Что ты такое делаешь? Почему? Что-то с тобой такое, у тебя есть что-то внутри, мы тоже это хотим, можно с тобой помедитируем? Я сказала, да, конечно, можно. Что ты делаешь? На тот момент я делала различные медитации, уши практики, уши медитации, просто медитации, просто сидела в тишине. И мои друзья, мои знакомые стали со мной это делать. В какой-то момент я понимаю, что в моей квартире 20 человек на медитации, из которых 5 я знаю, а остальные уже знакомые, знакомые, друзья, друзей, которые пришли ко мне помедитировать. С этого момента рождается идея собственного ретритного эзотерического центра, который я, собственно говоря, и открыла в своём городе, и занималась этим так интенсивно 5 лет, создавая пространство, где люди обучались, проходили практики, всевозможные семинары, тренинги, другие мастера. Я сама проводила медитации и практики всё это время, массажи, даже сауна была. Сейчас уже, скажем так, дух этого пространства, оно называлось Инь-Ян. Дух этого пространства, он остался со мной, он во мне, и я продолжаю это делать, вокруг меня всё так же люди. Но сейчас необходимости в тех стенах у меня нет, так как я уже уехала из родного города и уже живу здесь. Я просто сдаю аренду, и, ну, скажем так, уже я выросла оттуда. У меня нет внутренней потребности уже этим заниматься. Ну, вот тогда это было так, оно родилось. Я его чувствую как живой организм, который тебя слышит и чувствует. И мне очень понравилось высказывание моего друга, который сказал, что океан его учитель. И что если ты что-то не понимаешь в жизни, то океан тебе обязательно объяснит и научит. И очень близко, наверное, с океаном я познакомилась, когда всё-таки решилась на свои первые серф-уроки. Я помню, как я вышла на берег в слезах, я просто ревела от отчаяния, потому что я не понимала океан, я не понимала волну, она меня без конца месила. Моя доска прилетала сверху, снизу, накрывала меня. И был какой-то момент, когда я просто расслабилась и решила почувствовать. И вот когда я почувствовала волну, почувствовала, расслабилась, доверилась, у меня как-то всё само собой получилось. Вот, а вообще, вот здесь вот за моей спиной храм, и он посвящен богине океана, и океан это она. И это очень... для меня это близкое какое-то понимание, что это женская энергия. Хотя она не простая, потому что вода иногда спокойная, она умиротворяет, очищает, но вообще-то это сила огромная, и так же волна, она иногда вот этой мощью своей, да, она может разрушить, она может своей силой сметать камни. Моё отношение к океану, наверное, я вот сколько себя помню, я хотела жить у океана. Притом, я даже помню, что я не хотела плавать в океане или сёрфить, я хотела именно прогуливаться вдоль океана, вот. Ну и как-то сейчас, мне кажется, всё так и есть. Ну океан вообще часть жизни. Мне кажется, что это живой организм, который тебя слышит, тебя чувствует, тебя понимает. И всё, что происходит в мире, например, в каком-то краю Тихого океана, происходит цунами. Отголоски, как инерция вот этой вот маленькой капли, передающей информацию, передающей вот этот свой, ну как, толчок вот этот энергетический, который создаёт волну, он доходит и сюда тоже. Поэтому вода вообще живая, она впитывает любую информацию, и любую информацию очищает. Поэтому, ну для меня это вообще источник жизни, источник энергии. И вода, и океан, вот так. Какой момент, то есть вот когда ты поняла, что вокруг тебя 20 человек, ты поняла, что тебе нужно этим заниматься, а идея создания тантрических и даосских практик, как тебе это пришло, где ты этому обучилась? Ой, идея тантрических и даосских практик, эта тема меня интересовала всегда. Да, это прямо вот топчик по тому, как ты быстро можешь эволюционировать, быстро можешь открывать энергию. Я сама была безумно увлечена всем, потому что мне встретился достаточно сильный энергетический партнёр, моё тело в какой-то момент просто проснулось. Моё тело проснулось, и я стала сама понимать, ага, нужно двигать энергию так, нужно дышать вот так. Моё тело стало мне рассказывать, что мне нужно делать. И потом я стала искать, ой, а что со мной такое происходит? Я стала искать, оказывается, это называется тантра, а это называется даосские практики. И так как у меня был свой центр, я стала организовывать огромное количество тантра-мастеров, которых я очень быстро впитывала, их знания, и перерастала, скажем так. То есть в какой-то момент я уже видела, где группа теряет энергию, я видела, где уже нужно вести в сознание, а группа снова ушла внизу. Ну, то есть вот такие какие-то нюансы, да. Я стала уже проводить свои какие-то группы по работе с даосскими практиками. Всё время училась, всё время, если, да, это были мужчины, это были женщины-мастера. И в то же самое время я всегда училась у своего тела. Очень много из техник, которые я даю, это просто моё тело рассказывает мне, что это работает так. Но потом я нахожу, что даоссы две тысячи лет назад делали то же самое. Я не могу сказать, что эти знания принадлежат мне. Скорее всего, это какие-то единые общие знания для нас всех, которые в нашем теле могут пробуждаться, да. Но можно обучаться. Вот какой-то путь такой. И своё тело меня обучает, и другие мастера, я тоже брала их знания. Да, всецело пользуюсь. А что означает энергетически сильный партнёр? Это как? Это был человек, он был уже мастером, он уже проводил практики. Мы считываем информацию, не только через слова, а через вибрацию, состояние сознания. Мы создаём некое поле, которое, скажем так, оно воздействует на нас. Вот его поле, его энергетика, она меня включила, скажем так. Как будто бы проснулись те части меня, которые спали до какого-то времени. Как ты это почувствовала? То есть что значит спать? Проснулась энергия. Проснулась сильная сексуальная энергия. Проснулась, стала двигаться, я стала вращать круги, раскрывать сердце. Я стала управлять сознанием, управлять энергией. Всё как-то так вот. У меня всегда всё очень раз, вот с резкими скачками. Пришло время, эта часть проснулась. Пришло время, вот этот кусочек проснулся. Пришло время, ещё вот это, вот ещё докомплектация пришла. не совсем, это из-за разряда того, оно происходит. Как бы это само происходит, а я в этом принимаю такое наблюдательно-созидательное участие. То есть ты постепенно начала изучать и своё тело, и духовное своё тело, правильно? Да, 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 да. И вообще тантра — это самый такой экспресс-поезд, который очень быстро может поднять энергию с нижних центров в верхние. Это экспресс-метод по пробуждению, по раскрытию чакр. Это экспресс-метод по расширению. Очень быстро эти методики работают, и они ещё связаны с такими крайними состояниями сознания, переживания блаженства, переживания экстаза. Это всё через экстатичность происходит. Они очень вкусненькие. То есть это приятный метод. А обязательно ли для этого нужен партнёр? Нет, то, что я сейчас даю, женские даосские практики и тентрические техники, нет, они не подразумевают партнёра. С партнёром происходит обмен, работает ян и энергия, и там по-другому немножко работает, но не обязательно. То есть ты помогаешь раскрыть вот эту сексуальность, раскрыть вкус жизни женщине? Вкус к жизни, конечно, когда раскрывается сексуальность и достигает сердца, когда чувства связываются с маткой, когда матка слышит сердце, сердце слышит матку, рождается первая харизматичность, второе рождается вкус к жизни, потому что открывшееся сердце, оно даёт богатство, опыта жизненного, оно даёт широкое, глубокое восприятие самой жизни. Абсолютно это так. Когда случается первый оргазм в сердце, наступает первый уровень пробуждения, что я есть блаженство, что я есть любовь. Это первое, вообще, случается первый очень глубокий духовный опыт, на котором уже потом как фундамент, как платформа строится. Затем уже происходят другие, да, оргазм в других наших центрах, и там уже другие происходят, вещи. А расскажи, как создавался онлайн-марафон? Как пришла эта идея, трансформировать это именно в онлайн, чтобы распространить максимальному количеству женщин? Вначале был создан курс онлайн-школы, и затем вот уже какой-то переход случился именно в марафон. вообще была идея создать какой-то, вот передать опыт по управлению оргазмами. Первоначально была идея, что оргазм может длиться не одну секунду, вообще-то, и не несколько секунд, что ты можешь управлять временем оргазма, и что с помощью этой же энергии ты можешь исцелять себя, с помощью управления временем оргазма ты можешь исцелять партнера, с помощью управления оргазмом ты вырастаешь как сознание, и ты можешь эволюционировать, то есть пробуждаться через это же самое. Изначально идея была такая. И потом, когда мы разобрали тот путь, о котором я шла, родилась поэтапность, что невозможно войти в управление оргазмом, пока этот оргазм, собственно говоря, не появился. Невозможно его привести ни в какое сознание и управлять им с помощью его, управлять реальностью, пока вообще не проснулась сексуальность. И мы вернулись к первому шагу, с которого я сама начинала, это даосские практики и тантра. И потом мы пришли к тому, что для того, чтобы поднять эту энергию наверх, а тут-то все закрыто болями и программами, и опять же мы пошли к тому, а как я с этим работала? Да, я сама работала через расстановки, через трансперсональную психологию, и вот эти все методы вошли, скажем так, дальше в следующий этап, в марафон. И потом уже вот эти техники. Какие основные пункты есть в марафоне, то есть через которые проходит женщина? Раскрытие сексуальности, раскрытие оргазмичности, исцеление души, исцеление сознания, исцеление программ паразитов и пункт управления своей реальностью с помощью управления оргазма. Вот такие вот у нас пути. Но вообще сейчас готовится, наверное, даже создание отдельного продукта, именно связанного с управлением, временем нахождения в оргазме и с помощью этого, как это сделать в своей медитации. Потому что тема глубокая, и она разбита по маленьким этапам. Потому что вот что касается этого этапа, это со мной было как-то всегда, мне это всё легко давалось. А когда я стала замедлять и расписывать детально, ой, там столько, оказывается, я использую такой огромный инструментарий, и описав его весь, оказалось 20 уроков. Даже вот так. Сейчас марафон состоит из 20 уроков. Сейчас 4 недели по 5, да, 20 уроков. И все они практические? Они все разные. Вообще все разные, абсолютно. Но все, там есть практическая часть и теория, или как это происходит? Всегда теория и практика. Каждый день немножко теории, чуть больше практики. Я вообще практик, я за практику. Я считаю, что теория сама по себе, она так поскольку-поскольку работает. Ничто не даёт такого сильного опыта, как своё собственное тело и свои осознавания, и свои понимания. Можно тысячу раз услышать с внешнего мира, но вот своим оно становится, когда вот оно уже проходит через свой опыт. А какое количество девушек уже прошло марафон? Вот у нас был первый марафон, прошло 16 девушек. Это был старт, у нас практически не было рекламы. Это были свои люди, свои просто приглашённые, это достаточно хорошие среди, скажем, друзей. Были невероятные отзывы, что получилось пересмотреть последние годы жизни. Была девочка, которая сказала, что она испытала в практиках оргазмы. Для неё это было топчик. Был опыт, что среди многих марафонов это одно из самых крутых переживаний, что со мной было. Отзывы были благодарные. То есть, ну, я же собираю не только благодарные отзывы, но и, скажем так, скажите, что не так, может быть, нужно что-то там улучшить. Может быть, что-то непонятно, и нужно, да, говорить то, что непонятно. Но вот были пока что положительные отзывы. А вот благодаря этим практикам, как ты чувствуешь, пространство реагирует с тобой уже по-другому? Пространство, оно вообще живое. Оно вместе со мной, и оно со мной всё время говорит. Я всегда слушаю, что говорят люди. Я смотрю, какие приходят клиенты. Как правило, все мои клиенты — это части меня. И я это вижу, что если идут детки травмированные, я уже понимаю, ага, ещё какая-то часть меня нуждается в исцелении. Потом идёт запрос на уровни предназначения, на выход на новый уровень, например, 6 клиентов, 5 клиентов подряд. Я так сразу отслеживаю. Кажется, нужно посмотреть, куда ещё можно, да, куда выйти, на какой уровень внутри себя. И вообще всё само происходит. Я никогда не ищу никаких клиентов, у меня никогда нет рекламы. И вообще приходят сами, находят сами. Как вообще, как это происходит? Я не знаю, мироздание, оно само соединяет этого человека и этого человека. Оно соединяет у каждого ученика свой мастер, у каждого мастера свой ученик. Я об этом не задумываюсь. По вибрациям, по частоте все сами притягиваются. Если я не чей-то человек, если я не могу помочь, мне кажется, этот человек в моём поле и не попадает даже. Но те, кто попали, они переживают. Вот в группах по даосским практикам люди часто переживают соприкосновение с переживанием Бога, с переживанием Божественного, с краткосрочной самадхи. Это достигается путём управления сексуальной энергией, интимными мышцами, медитативной работой и раскрытием сознания. Благодаря тому, что мы на все чакры одновременно воздействуем, через холотропную сессию, через даосские практики. И достигается такой быстрый, схлапывающий эффект раскрытия сознания. И после этого уже понятно, куда двигаться в медитациях. А на сегодняшний день ты всё так же практикуешь осознанное соведение, выход из реальности? Я всё так же практикую всегда. Я всё время медитирую. Каждый день. Только сейчас это всё больше похоже на просто сидение в тишине, просто нахождение в каком-то изменённом состоянии сознания. Всё больше какие-то обыденные вещи становятся для меня медитацией. То, что раньше я делала на бегу, сейчас происходит не просто манго, а вот чуть ли не медитация. То же самое с сексом. То же самое. То есть секс для меня давно медитация. Я не захожу в него как в способ сбрасывания напряжения. Это для меня событие, это для меня переживание, это для меня глубокий духовный опыт всегда. Также в медитации я никогда не сижу просто в такой океану. Мы с ним общаемся. Вот как-то так. Если я еду на байке, я включаю свою классическую музыку, это тоже медитация. И неразделённость какая-то пришла. Не могу сказать, что я всегда преобладаю. Бывает, что я выпадаю из какого-то состояния, бываю в разобранном виде. Но у меня куча инструментариев, как себя вновь подсобрать, напитать энергетически. Я всем этим пользуюсь. Если бы я не очищалась, я бы не смогла работать с группами по 20 человек. Я бы просто не могла это всё быть через себя. Процесс самоочищения. То есть я постоянно в этом всём. А ощущаешь ты какую-то связь со Вселенной? Конечно. Я тут дома. Я чувствую, что огромную любовь вообще всего живого. И я чувствую неразрывную связь, что это я, и вот это тоже я. И всё, что снаружи, это тоже я. На другом уровне своего сознания. Вселенское я. Это всё я. Вообще всё тут состоит из меня. Я ощущаю это так. И я разговариваю только с самой собой. Без конца. И тут нет чужих людей. Тут всё время я во множестве лиц, бликов. И вообще всё, что я делаю, только исключительно для самой себя. Ты вот говорила про то, что в марафоне есть часть про составление целей. А вот мы делали на практике вчера такое намерение. Напитывали его энергией, напитывали его энергией, пускали его во Вселенную. Да. Что происходит потом, когда мы сделали это? Во-первых, мы учимся сразу не привязываться к своему желанию. И вот этот момент отпустить во Вселенную. Это очень по-женски. Не проконтролировать и пойти, достигать. Отпустить на исполнение. Совершенно другое состояние изначально. Мы как бы заказываем тот опыт, который мы хотим проживать в этой реальности. Когда желание истинное, оно очень быстро потом реализуется, осуществляется. Тем более мы подпитали энергией из маточки, согласовали на уровне тела. Мы подпитали энергией сердца, согласовали на уровне души и запустили во Вселенную на исполнение. Истинные желания осуществляются всегда легко. И вообще они осуществляются. Если желания не осуществляются, смотри пункт на истинность. Либо это не истинное, оно не согласовано с твоим существом. Оно не должно с тобой происходить. Второе. Это вообще не твое желание. Это желание, закинутое векторами, эгрегорами, сильными векторами других людей. И третье. На это желание нужно время. Все-таки материя, она инертна. Этим отличаются другие измерения от этого. Здесь нужно время для того, чтобы материя подстроилась под то, что ты хочешь, собственно говоря, тут проживать. Иногда нужен год, иногда три. У кого как. И четвертый пункт. Любое твое желание обеспечено той энергией, которую ты в него вкладываешь. И если нехватка ресурса энергетического идет, оно не работает. Проекты не работают, не осуществляются и так далее. И вдруг, когда приходит большой энергетический запас, большой энергоресурс, все начинает вдруг оживать. И это осуществляется, и это, и то. И чем больше энергии, тем оно вот так вот работает. И чем обесточеннее человек, тем у него ничего не работает, как правило. И почему в состоянии без точки рушатся отношения, и бизнес не работает. Да нет ресурсов на это все. Жизнь мудрая штука. Жизнь забирает то, на что у тебя нет ресурсов. Побудь, найди ресурсы, побыть один, и потом вновь. Да, все заработает. А у тебя есть какой-то пример из своей жизни, такой самый яркий, когда ты была в потоке, и Вселенная прям поцела на тебя. Это был момент, когда я снова вспомнила. Я была в съемной квартире, без денег совершенно. Ну вот этот момент моего такого кризиса, где я вообще была в полном отчаянии, точно знаю, что такое депрессия. И в какой-то момент я дошла до такой точки страдания, вот до него тоже надо, кстати, иногда доходить некоторым, мне просто надоело страдать. Вот надоело. Надоело до такой степени, что я думаю, да кто же я такая, да что же это такое происходит? Я возмутилась настолько, что я стала вспоминать все навыки, которые были в детстве, которые случились в Гималаях. То есть после любого опыта можно еще и заснуть. И когда я стала вспоминать этот инструментарий, как управлять реальностью, я тогда заказала себе квартиру. У меня не было квартиры, и мне не хватало на первоначальный взнос по ипотеке. Не знаю, зачем я себе загадала ипотеку, это странное было желание. У меня не хватало ровно 30 тысяч рублей до первоначального взноса. Я сижу с подругой, ко мне прилетела подруга с Москвы, и я говорю, а давай спросим у книжки, где мне достать 30 тысяч рублей. Она говорит, давай. Я говорю, тебе нужно достать дальнюю книжку вот со второй полки, второй ряд, вот эту книжку, 77 страница, 4 строчка, читай мне ответ. Моя подруга лезет на полку, убирает первый ряд книг, достает вот эту книжку со второго ряда, я знаю, что там с этим названием книга, она достает оттуда, открывает 77 страницу, там лежат 30 тысяч рублей. 30 тысяч бумажкам и 5 тысяч. Она сказала, ты знаешь, я давно в теме эзотерики, но хочу тебе поаплодировать уровню управления материей, то на сколько. Ровная сумма для того, чтобы вложить в ипотеку. Я беру эти 30 тысяч и покупаю квартиру в ипотеку, там, где я хочу, на том этаже, ну вот на тот момент это вот так сработало. Конечно, я потом додумывала, что во времена, когда я занималась бизнесом, и у меня поток финансов втек прекраснейшим образом рекой, я себе, да, если я заказывала, я зарабатывала миллион в месяц, я зарабатывала его, потому что я в реальности уже играла тогда, да, и я понимаю, что я сделала закладку в книжке просто тогда. Для меня это не было какой-то большой суммой. Но тем не менее, это я додумывала, как оно на самом деле. Но вот оно работает. Вот такой из таких прямо конкретных материальных случаев. У меня был заказ на Toyota, которая должна быть, заказ на Toyota синего цвета. Ко мне должна была приехать синий автомобиль. И три раза подряд ко мне приезжает серебристый. Мне говорят, вы знаете, а это времена еще давно было. Вы знаете, вот нам с Францией приехало три автомобиля в салон, вот следующий надо еще три месяца ждать. Я говорю, а какие? И она говорит, все серые цвета, все серебристые. Брать будете? Я говорю, нет, я подожду. И на третий раз я говорю, да, давайте серебристые. Ну, сколько можно ждать? Прошло полгода. И я достаю свои записи, в которых я записываю заказ во Вселенную. Там написано серебристая Toyota Yaris. То есть я уже хочу синюю, но заказ принят на исполнение. Вселенная говорит, нет, забирай серебристую. Ты хотела серебристую? Вот такой. После этого у меня было еще где-то, я так заказала, что у меня было еще четыре автомобиля, они все были серебристые. Я уже понимала, что я как-то так хорошенько заказала тогда. А вот ты говоришь, что ты записывала какое-то желание. Что это за блокнот был, дневник или... Ой, ну вот это уже целые методики, на самом деле. Там не только записывать нужно. Я задействую. Все органы чувств и восприятия должно пройти через каждое из наших чувств то, что мы хотим. Также оно должно быть согласовано с душой. То есть обязательно желание должно вызывать радость, потому что все, что мы заказываем, вот по моей методике, оно обязательно придет. Вопрос в том, хочешь ли ты на самом деле этого или нет. Ты можешь потерять время, ты можешь потерять ресурсы, энергоресурсы. Все желания обеспечены энергоресурсами. И можно получить то, что ты вовсе вообще не хочешь иметь и ничего не испытать от этого. Эти опыты у меня тоже были. Когда душа хотела духовных опытов, а я еще играла с материей, а я играла в материальное, я все получала, но чувствовала абсолютную пустотность бытия, потому что духовное уже хотело дальше, оно хотело исследовать дальше, и оно хотело лететь на остров Бали три года подряд, а другая часть меня все еще продолжала играть с материей. Ну, вот такие вот образы. А где можно найти эту методику по управлению? В марафоне, это третья неделя была марафона у нас. Пожалуйста. Все так доступно, все описано, простейшие практики, они все рабочие, абсолютно все рабочие. Ты еще упоминала, что у тебя был такой легкий финансовый поток, еще тогда, когда ты была не настолько еще в духовности, но при этом ты уже играла с большими суммами денег очень легко. Скажи, пожалуйста, как на тот момент у тебя это получалось? Что ты, какие ты, возможно, делала практики или какие знания помогали тебе оперировать вот такой игрой? Так или иначе, во времена, когда я занималась бизнесом, когда я занималась инвестициями, я медитировала каждый день. Нужно это сказать к слову. Я не относилась всерьез к духовности. Это было чем-то таким, ну, как дышать. Вот оно всегда есть, и, ну, подумаешь, ну, да, оно есть. Но я медитировала каждый день, каждый день по часу. Это была моя такая внутренняя, внутренний обет, так сказать, что я медитирую. И, ну, конечно, были времена, когда я целиком вываливалась в материю, как все люди в страдания. Мне-то мне понравилось. Это не так интересно, да, и без конца быть обусловленной материей, и жить в этих бесконечных эмоциях, страданиях, болях, достижениях. Это не так, на самом деле, интересно. Есть вещи куда интереснее, то есть духовный мир, он очень, он очень объемный, он дает массу жизненных экспириенсов, которых не был, нет в материи. Какие у тебя вот планы на сейчас? Какие у тебя есть цели? Возможно, ты можешь поделиться ими. Ой, я так сейчас наслаждаюсь тем, что я, вот недавно кто-то спросил, как часто я думаю о будущем? Я сказала, я вообще не думаю о будущем. Я действительно не думаю о будущем. Но при этом, при этом, да, у меня есть, например, внутри чувство, что вот такая, вот большой такой продукт, школа, что она работает. Есть еще внутри ощущение моего собственного дома, виллы на Бали. Вот, я точно знаю, что это вот будет, что придет точка в будущем какая-то, и я там окажусь. Но сказать, что я много об этом думаю, что я сильно концентрируюсь на целях, просто знаю, что вот будет так, что будет вот это, будет вот то. Из такого, из заказанного опыта на проживание, это состояние непрекращающегося оргазма от Вселенной, от самой жизни, когда она становится таким тотальным проживанием, вот вселенский оргазм, который не заканчивается, когда каждая клеточка поет, танцует, вибрирует, живет, дышит, и это постоянное мое состояние. У меня заказ на проживание такого опыта, так как сейчас я вхожу в него, выхожу, где-то в какие-то другие части себя ухожу. Вот на опыт на такой, вот у меня есть заказ. А часто бывает у тебя проживание негативного опыта? Я переживаю негативные эмоции, если они случаются, я переживаю гнев, я переживаю боль, но я в них не застрею, я осознанно проживаю. Я понимаю, что блокировка этих чувств и эмоций приведет просто к застреванию этого в моем теле. Я могу выразить гнев достаточно ярко, красиво, тотально, и все, и уже через минуту я снова пребываю в прекраснейшем состоянии внутреннем. Я могу погрустить, я могу поплакать, я обычный человек в этом плане. Просто эти чувства мной не управляют. Я в них захожу, проживаю как опыт, и точно так же возвращаюсь в свое гармоничное, целостное состояние внутреннее, без эмоций, без каких-то сильных, крайних состояний сознания. Внутри в целом, в общем, ровное у меня. Оно ровное, оно без мыслей. Пока вот мы беседуем, ни одной мысли там внутри не было. И вот в целом, я вот в этом нахожусь. Чувство, я живой человек. Живой, то есть там, мне свойственно все, что свойственно обычному человеку. Океан, он дает очень много энергии. И каждая волна, как будто бы закрываясь, она делает вот этот вот сброс, и напитываться энергией воды очень легко. Я представляю, как будто бы мое сердце открывается, словно большая, внимающая в себя воронка, либо чаша. Я делаю это ладонями, из жеста намасте, я открываю свое сердце, как будто бы оно становится большим. И вот это пространство, оно начинает принимать в себя энергию океана, как будто бы я ее пью. Я делаю вдох, и она начинает втекать и собираться в пространство моего сердца. И таким образом, мы как будто бы становимся едины, и эта энергия, она входит в меня. То же самое я делаю с пространством моей маточки, когда я представляю, словно бы здесь открывается огромный-огромный цветок, я его точно так же открываю ладонями, и этот цветок, огромный пион, он раскрывшийся. И он начинает пить, как нектар, энергию океана, точно так же. И на вдохе, как будто бы все потоки я втягиваю в себя, в лоно, в свою ионечку, в свою маточку, туда. И после этого поднимаю энергию наверх. У меня уже идет вибрация по телу, потому что тело привычное к практикам. И после того, как энергия открылась, я надышалась, напиталась, я ухожу и представляю, словно по моему телу проходит волна. Такая же волна, которая идет, движется в океане. Я пропускаю через каждую клеточку своего тела, я пропускаю энергию воды, энергию океана, и она струится по моему телу. Это очень-очень просто и на самом деле естественно. Очень простые движения и образы помогают. И сам океан, он очень влагостно входит в тело, в энергетику. Такая мягкая женская практика. Светлана, скажи, пожалуйста, как отличить желание души от желания нашего эго? Как я считаю, что этот механизм, он встроен в тело изначально. И это все достаточно просто работает, распознать легко. Когда желание души, оно сразу же отзывается первое в физическом теле. Физическое дело, оно дает отклик, оно хочет расправиться, оно начинает расширяться вместе с энергией, потому что в этот момент. Физическое тело начинает, оно может так немножечко завибрировать. В эмоциональном плане распознавать свои желания еще проще, потому что идет приток радости. И на неистинные желания приходит другое ощущение, его тоже можно распознавать. Когда начинаешь выписывать, сравнивать, на неистинные желания идет фантазия ментального ума. Он создает образ, картинку, в которую он верит, что он испытывает радость. А истинная радость, она переживается в таком ощущении, как будто бы клеточки вибрируют в теле. Поэтому можно отличить. Второй признак — это идет приток энергии. На истинное желание всегда идет, внутренние ресурсы начинают раскрываться. На неистинное желание притока энергии, как правило, нет изначально. И достигая точки неистинного желания, мы не испытываем радости, либо она краткосрочная, кратковременная, минута, три, день, два, и она заканчивается, энергия ее иссякает. Желания души, как правило, дают состояние, они дают переживание душе, проживать тот самый опыт, который ей востребован. И не всегда это связано с чем-то огромными проектами или материальными объектами. Иногда душа хочет достаточно простых вещей. Приток энергии, радость и отзыв в физическом теле. Еще один показатель — желания душе даются всегда легко. И как будто бы вот этот мир, он как живой, он чувствует твои вибрации на уровне души, и он к тебе стремится, и он перед тобой двери открывает. Так как желание души — это некий закон неписанный, который соблюдается. Ты проявляешь свою волю, живешь по душе, и эта воля, она этим миром поддерживает свободно, легко, тебе нет необходимости доказывать, пробивать путь или ломиться в какие-то вот через усилия, насилие. Этого нет по пути души. Поэтому все, что дается легко, все, что просто лежит на поверхности, то, что ты всегда делала, это самые простые желания души. А скажи, пожалуйста, что ты могла бы посоветовать людям, которые не знают, чего хотят и не могут услышать, чего хочет их душа? Ой, это такой частый вопрос на группах на самом-то деле. Я советую пробовать в этом мире множество простых вещей от гончарного круга до танцев, до сальсы, до медитаций, практик, пробовать и только так распознавать мое-не мое. Потому что чаще всего вот то, что нашим этим занимаемся с самого детства. С очень маленького возраста почему-то вдруг кто-то пишет стихи, а кто-то берет краски и уже рисует стены, еще что-то, еще что-то. Как правило, оно уже проявлено, нужно только чуточку-чуточку убрать вот этот вот механичный ментальный ум, который просто фон свой вот так вот заслоняет. и получается, что когда уходит суетливость, уходит множество чужих голосов в нас, проявляется свой истинный. Но для этого вот уже нужны практики и медитации. То есть пробование в этом мире множество различных направлений раз, второе, все-таки медитации, которые очищают внутренний фон и позволяют в таком чистом, ясном сознании воспринимать себя и отклик вот этот внешний. А баланс мужской и женской энергии вот в этом поиске себя и этом ощущении чего хочет душа это важный ключ? Это этап определенный духовного восстановления человека. И мужская и женская энергии они преобладают в нас всех. У нас есть и мужское и женское. И умение скажем оперировать и той и другой энергией это такое большое искусство. и трансформация мужского и женского вот это слияние инь-ян оно создает некий выход в такое сознание что я существо в теле человека где я могу проявляться через женское начало могу проявляться через мужское начало допустим я вожу байк из мужского начала да и на янской энергии мне намного проще управлять но большинство своего времени я провожу в иньской энергии и вот оно дает возможность играть этими энергиями использовать их вот когда неосознанное допустим происходит да когда допустим женское сознание захватывает мужской психотип и это это уже гармонично в этом нет баланса и такие девушки женщины они как правило получают в этом мире внешнем все то есть мы проявляться через мужскую энергию на самом деле можем мы также можем простраивать пространство создавать вектора действовать активничать строить планы и получать от этого мира как по мужскому принципу мужчины строят миры мы точно также можем строить эти миры но вот когда мы все построили все получили и как правило куча материи есть все есть и вдруг упс и нет внутреннего состояния то есть женщина которая ушла по мужскому типа проявляться она потеряла самое ценное для нее это состояние кайфа от себя состояние вот этого жизни вот когда жизнь она внутри бурлит она течет и вот эта текучесть женщина теряет когда уходит по мужскому психотипу ну и конечно уходит светение уходит свободная сексуальная энергия которая должна проистекать свободно и легко а почему важно понимать природу женской и мужской энергии мне кажется просто понимание себя когда ты понимаешь где на самом деле мы все про себя знаем и если идет понимание что у меня допустим очень много если много мужской энергии мы про себя это знаем мы чувствуем эти перевесы когда мы чрезмерно допустим подгрузились когда мы чрезмерно ушли в мужское мы чувствуем понимание оно есть у каждой из нас и другой вопрос что когда ты еще осознанно начинаешь за собой наблюдать или развивать себе какие-то качества вообще вообще мне кажется что вот изначально мы приходим какими-то вот убери из нас лишнее и сама свободная энергия она сама потечет каким-то образом вот а как с помощью этой женской и мужской энергии партнеры влияют друг на друга в отношениях это тоже как-то сказывается все люди влияют так или иначе друг на друга иногда двухминутное касание какой-то беседе с человеком оно дает преображение изменения в его судьбе любое касание тем более прямое партнерское когда мы полностью стопроцентное соприкасание энергии конечно идет влияние энергии если по уровню скажем так децибелов да партнер один какой-то выше другой ниже то происходит два варианта либо эта энергия начинает давить партнера с более низкими вибрациями и эта энергия когда давит она либо заставляет его расти до уровня этих вибраций либо этому партнеру становится очень некомфортно и у него создается ощущение как будто бы на него другой партнер давит на самом деле он не давит так работает поле сама энергетика и либо происходит ситуация я тоже часто сталкиваюсь когда партнер не хочет расти и он делает так иди сюда иди ко мне обратно давай мы не будем расти и меняться давай мы останемся вот на этом уровне но все же хорошо тут не надо меняться здесь не нужно скажем ну что-то менять в себе потому что внутренняя трансформация это же огромный труд это намного сложнее даже чем с материей да изменить стиль поведения изменить отношения с окружающим миром с людьми с собой это огромнейший труд он требует затрат временных усилий обладания волей внутренней и это не так то просто поэтому вот когда вот такие вот с разными допустим вибрациями партнеры вот эти истории очень частые и почему да вот мы начали беседу почему пары распадаются потому что один делает вот такой рывок скачок а второй не хочет туда он либо не готов либо ему эти трансформации вообще не нужны он говорит меня все устраивает и это правда этого партнера и тогда происходит естественный разрыв отношений либо происходит рост партнера либо происходит оседание партнера который выше по вибрациям ну вот я наблюдаю такие картины в своей практике допустим исходя из твоей практики что ты можешь сказать когда идет у партнеров дисбаланс женской и мужской энергии вообще есть практики которые развивают в мужчинах мужскую энергию вот эти даосские практики все эти практики они в первую очередь когда мы будем энергией нижних центров именно первых двух трех да центров она пробуждает наше истинное природное начало в женщинах начинает перестекать женская мягкая волна в мужчинах огненная мужская волна и уже только после этого все даосские практики ведут в трансформацию энергии сначала они пробуждают инское начало пробуждают янское начало и потом идет алхимия между мужской и женской энергией вот так так работает я советую практиковать и тут же тоже вопрос свободы то есть если мужчина находится в женской энергии и ему это нравится для него это комфортная среда обитания да пожалуйста тут в общем-то такой путь он индивидуальный хочешь меняйся хочешь развивай хочешь нет развить можно все трансформировать любую программу можно единственное что неизменно это божественное внутри нас оно вот как оно сияет так оно сияет а эти все программы они сегодня одна завтра другая достаешь убираешь загружаешь новую если нужно то есть с матричными установками играть можно а как проявляется мужчина который находится в женской энергии переизбыток инской энергии ведет к тому что мужчина не берет на себя ответственность и скажем так он находится в очень таком женском состоянии вот в потоковом да и уходит энергии становится очень очень тонкие они очень изящные и очень много инской энергии в мужчинах рождает достаточно талантливых людей мужчин артистов и так далее то есть я говорю что это свобода выбора нет таких правил что мужчина должен быть сто процентов янский мы все очень очень разные они достаточно ну они женственно подобные такие мужчины даже внешне внешне выглядят как женщины да то есть и это их стиль это их проявление а мужчина который полностью мужской энергии у него не развита женская энергия как он выглядит который ну тут скорее не про внешнее да много янской энергии дает очень много внутреннего огня мужчине если это янская энергия да тут нет таких жестких конструкций если эта янская энергия достигла сердца у этого мужчины то это безумно харизматичные мужчины и они создают такую атмосферу тепла уюта к ним очень тянется у них такой есть магнетизм они очень вкусненькие такие вот и бархатные что ли вот такая бархатная энергия мужская становится смотря как проявлены эта янская энергия через какой энергоцентр проявлена эта энергия та же мужская энергия его может быть проявлена через манипуру и он будет при избытке власти допустим если та же его мужская энергия достигает сознания он уже начинает да распознавать уровни просветления внутри собственного сознания как угодно можно так можно так то есть это не жесткая конструкция нам выдали как бы такой матричной установки допустим мужчина настоящий это вот настоящая женщина это вот и как бы мы без конца не стремились мы никогда не можем стать этими образами потому что мы можем стать только собой а вот это вот собой оно разное оно сегодня такое оно завтра другое он сегодня наивистской энергии проявляется а на следующий день у него мужской огонь проснулся и он проявился по-другому он проявился как воин он проявился как некая такая мужская проявленная воля которая пошла строить мир все возможно то есть это не жесткое понимание различные проявления мужской энергии мужской силы возможно притом в каждом да как в женщине еще и так в мужчине то есть человек может выбирать через какую чакру проявлять энергию в зависимости от этого энергия будет туда течь какую-то сферу жизни правильно осознанное управление энергией возможно конечно в этом состоят суть всех практик учений осознанно управлять своими состояниями осознанно управлять энергией и понимать что что вы мне сейчас происходит и эта возможность она дает также не обязательно управлять можно проистекать через какую-то энергию позволять быть через какую-то энергию это больше к женщине допустим относится не управлять это уже некое янское проявление направлять то есть лингам этот образ лингама он собирает энергию и направляет через конус ее во что-то инская энергия она такая разлитая как чаша она больше собирательная проистекающая у тебя есть какие-то интересные кейсы из твоей практики работы именно с мужчиной потому что женщины они более заинтересованы в практиках хотя расскажи по своему опыту у тебя больше кого женщины приходят к тебе или мужчины на сегодняшний день мой продукт для женщин о женщинах так как я сама в женском теле мне это понятно для меня это просто я понимаю как работают мои интимные мышцы я понимаю как работает энергия во мне мне понятно все эти гормональные всплески связанные с нашими женскими состояниями циклы лунные циклы наши внутренние циклы нашего возрастления становления вот женский мир он не близок поэтому я создала женский продукт но примерно раз в неделю я слышу вопрос есть ли у тебя практики для мужчин да практики для мужчин у меня есть но в продукт они сейчас не оформлены не записаны буквально вчера мне написали ребята из Польши которые сказали давай может быть мы создадим уже мужской продукт потому что есть практики даотские практики для мужчин которые разделяют оргазм семейного извержения разделяют ритм и дыхание и так далее и так далее очень много нужных навыков которые точно так же позволяют сдерживать испытывать оргазмы многократные которые позволяют удерживать партнера на высоком уровне энергии позволяют владеть энергетическими кругами двигатель энергии через партнерша это тоже очень важные навыки и на самом деле я думаю что институт любви как бы и вообще институт взаимоотношений интимной близости мужчины и женщины как медитации он сейчас только возрождается он как будто вы потеряны это искусство это наука это медитация это движение это очень тонкое глубокое соприкосновение которому нужно учиться точно так же как всему остальному чему мы учимся в жизни почему нет и в равной степени это нужно и мужчинам и женщинам сейчас есть женский продукт а чему именно обучают твои продукты что получает женщина когда проходит марафон курс ракник первый то есть продукт многоуровневый начинается с уровня пробуждения сексуальной энергии а то есть жизненной энергии силы в нас и мы движемся к тому чтобы пробудить касание божественного я рассматриваю пробуждение оргазменности не как пробуждение чувственного удовольствия конечно же это так но само переживание оргазма это тотальное касание божественного в котором нет ума нет мысли о прошлом и будущем нет нет анализа нет самооценки нет ничего кроме тотального переживания жизни и пробуждение этого уровня это номер один это интимная гимнастика это даосские практики это тантрические техники которые пробуждают в нас эту силу спящую древнюю силу которая заложена в тело каждой из нас в тело каждой женщины второй этап он учит с этой энергией уже владеть и поднимать ее в сердце то есть раскрываться в женской харизме в женском начале раскрываться на уровне чувственности чувствительности открываться этому миру исцеляться от боли исцеляться от программ паразитов таких как обиды да привязанности вот в женском мире очень сильно привязанности к прошлым партнерам нехватка ресурса любви там есть курс целый по расстаночной работа с мамой и с папой восстановление любви рода с мамой восстановление любви рода с папой там где мы все-таки не потеряшечки да и сами по себе а там где мы принимаем тот род в который мы пришли и помимо этого работа с внутренним ребенком это все происходит вот на уровне сердечного центра исцеление освобождение грубо говоря от программ которые мешают быть свободной быть счастливой быть проистекать проявляться творить потому что творческая энергия и скажем так предназначение некое да оно есть в каждой из нас убирая лишнее убирая эти программы твое естество оно само проявляется это не нужно как бы насиловать себя на тему предназначения убери лишние программы и ты как красивая суть ты проявишься сама и третий шажочек который ведет в управление оргазмом управление временем оно рождает очень сильный уровень осознанности прежде всего потому что если ты научишься управлять инстинктом внутри своего тела и из инстинкта повести эту энергию эту силу сексуальную бешеную энергетику если ты сможешь завести ее в медитацию то есть поднять верхние наши центры да то происходит пробуждение сознания происходит пробуждение на уровне бытия кто я есть кто я в этом мире и это третий шаг моего вот марафона курса который дает возможность проснуться вообще и осознанное управление оргазмом дает владение в принципе всем что происходит с тобой в жизни потому что овладение инстинктом овладение чувствами на уровне сердца и овладение сознанием да на уровне уже распознавания кто я вот такой курс марафона а помимо этого у нас сейчас записывается курс где уже я обучаю как быть женским мастером передаю практики которыми я владею и он уже для тех кто хочет получить новую профессию кому тоже интересна тема для тех кто хочет быть женским тренером именно по медитациям практикам исцеляющим всем практикам такая вот история а вот по своему опыту как ты можешь описать психотип девушки в которой преобладает вот этот дисбаланс энергии когда да вот и мужская и женская возможно какие-то чакры закрыт центры то есть отсутствие желания жить любви вкуса наслаждения даже от еды модальных таких вещей то есть что происходит с ней когда она приходит к тебе вообще когда дисбаланс мужской и женской да мы немножко ранее обсудили когда в женщине преобладает сильная инская энергия когда ее много-много такое немножечко девять ну вот такие девочки они не могут собрать себя в единое они не могут себя ни во что направить они вот растеклись и вот это растекшееся оно не принимает никакую форму янская энергия она все-таки задает какое-то направление потенциалу вот этой и такие избыток вот этой инской энергии как янская он как бы не так хорош все-таки хороший баланс да можно преобладать женской энергии в женщине но опять же вот это индивидуально да если нравится кому-то быть в янской да пожалуйста и если мы разберем по чакрам то что происходит если допустим закрыт уровень наслаждения программы стыда программы запретно чувственное удовольствие программы негативного отношения к сексу сексуальности телу женщины они все закрывают наши чувственные восприятия мира конечно же у таких девочек как правило вообще закрыта тема оргазмов да они не знают либо оргазм труднодостижимый да а оргазм кстати к слову он может быть в любой из наших чакр он может проживаться в любом энергоцентре да и закручиваться в каждую клеточку тела достигая наивысшего достигая макушечной нашей чакры он переходит в клеточки и с каждой клеточкой оргазмирует это уже больше чем переживание физического тела да а мы сейчас говорим о том что вот программа неправильная работа чакр она ведет к тому что вообще такой опыт невозможен вообще оргазм это еще тотальная сдача это полное доверие полное расслабление сдача всему своему телу в жизни и когда закрыто сердце допустим очень ярко проявляется уходит чувствительность я отдельно мир отдельно когда закрыто сердце мы чувствуем в этом мире себя чужими мы чувствуем что этот мир враждебен опасен включаются программы выживания когда закрыто сердце мы не чувствуем своих партнеров мы им чужие у нас не случается диалог душ мы не соприкасаемся душой к человеку и очень часто ко мне на консультации приходят пары которые живут под одной крышей но душами они не соприкасаются последние 20 лет это очень грустно это происходит потому что тут закрыто тут есть да сердце блокирует страхи страхи эмоциональной боли сердце закрывается страх доверия за этим стоит негативный опыт истории с детства то есть есть причины но тем не менее когда мы закрыты на уровне вишудхи на уровне сознания мы не воспринимаем тонкую информацию мы не восприимчивы мы как грубая материя которая отождествляет себя с физическим телом и физическое тело жизнь физического тела она достаточно скучная вот как по мне то есть у физического тела есть потребности в еде, одежде сне, сексе и так далее каких-то еще вкусовых удовольствиях от еды и на этом восприятие жизни как будто бы заканчивается когда верхние центры открыты появляется у жизни объем появляются дополнительные измерения появляется многогранность без бытия появляются тонкие переживания чувства не тонкие приходят начинаешь смаковать обыденные вещи переживания чек какого-то события яркого объемного мощного иногда дождь становится событием закат становится переживанием рождающим слезы и тонкие вот мурашки по коже когда открыты верхние центры мы воспринимаем свои духовные измерения мы начинаем слышать кто мы и что мы хотим в этом мире тут тоже есть блокировки закрытия да есть люди абсолютно ничего не чувствующие они говорят я ничего не чувствую почему вы все тут девочки да вот было было недавно знаете почему вы все в оргазме да от простых движений и вращений тантрических кругов почему с вами это происходит а со мной нет потому что чакры заблокированы потому что стоят внутри такие охранники программы которые говорят сюда не ходи туда не ходи тут будет больно тут будет страшно тут ты потеряешь сам идентификацию да и так далее поэтому что происходит на практиках на практике происходит то что мы все раскрываем мы раскупорим мы выходим из состояния маленького такого мира да из маленького восприятия мира мы мы так вау мы выходим большое расширенное состояние сознания на уровне всех чакр то есть на моих практиках я как правило прорабатываю базовый уровень вторая и четвертая свадхистана анахата и затем открываем первые и седьмой центры то что дает расширенное восприятие сознания и на моих практиках люди сами решают свои задачи и жизненные проблемы так как у них появляется доступ к их духовному телу и через этот контакт уже как бы из широкого сознания в узкий взгляд своего материального проявления да и так видно и так понятно что вот тут нужно так сделать а здесь вот эту дверь открыть а вот эту дверь закрыть и как правило когда входит в практику с запросом я говорю заходите с запросом мы идем туда где много-много энергии и расширенного сознания давайте с запросом и как правило говорят я все поняла я все увидела мне все ясно вот это слово ясно ясность она происходит на практиках на моих вот ты говорила что люди общаются с другом не через душу а только материальным телом а как это общается через душу ой у меня есть удивительная практика она называется расстановка она духовная расстановка у меня называется встреча встреча с душой и когда мы садимся и твою душу принимает другой человек у тебя есть заместитель и ты впервые смотришь на нее со стороны и это удивительное касание удивительное соприкосновение почувствовать душу другого человека ты можешь только после того как ты в контакте со своей то есть ты слышишь божественное внутри себя это определенное определенный уровень духовной работы духовной проработки и это прежде всего сдача божественного это сдача мироздания это сдача самой жизни когда ты доверяешь проистекать жизни через тебя ты в доверии ты уже не столько контролируешь ты не управляешь ты просто чувствуешь это проработка это проработка базового уровня программ выживания программа отождествления с физическим телом программ что тебе в этом мире чего-то не хватит это выход на уровень творца что я создаю свою реальность да я и как-то оперирую я могу заказывать выбирать путь которым я живу и выбирать ту реальность в которой я хочу быть это такая глубинная проработка ну вот на практике встреча с душой мы просто открывать открывается поле открывается вот это большое поле души впервые люди начинают ее чувствовать ее видеть с ней говорить второй момент это когда душа становится первой а личность становится малой и под ней то есть мы выстраиваем внутри себя все-таки правильное положение вещей когда не личности программы и установки управляют мной и эмоции и эмоциональное тело говорит как я должна говорить какие-то очень часто вот женщинами кстати управляет эмоциональное тело на эмоциях пришла да кали включила разрубила а потом эмоциональное тело стихло и приходит тихий анализ и ты думаешь боже что там что я на своих эмоциях и гормонах изменившихся в связи с циклом что я натворила и вот путь души он дает возможность говорить с каждым соприкасаться с каждым другой частью он дает возможность быть за пределами эмоционального тела возможность быть за пределами программ матричных установок за пределами морального тела да это некое разотождествление своего рода да и понимание и чувствование себя но это глубокая расстановка это глубокая практика некоторые в нее входят впервые слышат душу впервые конечно же плачут люди часто плачут на этой практике потому что это самое ценное и дорогое а есть ли какие-то практические советы которые человек может сделать самостоятельно уже допустим сегодня чтобы немного приблизиться к себе к душе да вообще в марафоне у меня есть практика встречи с душой и можно ее прожить она записана в видеокурсе и вообще там все то что можно делать с самой собой когда никто не видит как вообще почувствовать это себя да где как распознать где я где не я что во мне истинное что не истинное как раскрыть да вот эту потенциальность это все в марафоне есть если из того что можно сделать уже сегодня я бы посоветовала почаще быть одной почаще убирать фон очень много в нас лишнего мы не чувствуем себя потому что много лишнего и вот убрать вот этот внешний фон убирать телевизор убирать все да можно ставить классическую музыку классическая музыка прекрасно да повышает вибрации дает возможность настраиваться убирать вот это вот бесконечное бла-бла-бла-бла-бла-бла бывать в уединенности в уединении я провела в своей жизни как-то год в уединении и это был прекраснейший опыт и не было потребности в общении это прекрасное это прекрасный опыт который нужен был мне для внутренних трансформаций не бояться быть одной не бояться уходить в тишину это огромная внутренняя потребность которую в больших городах люди себе не дают и вот это вот внутренне вот это бежать-бежать-бежать-бежать-бежать нужно останавливаться особенно женщине нужно останавливаться делать паузу делать остановки иногда этого достаточно а что значит год в уединении расскажи подробнее что это у меня родился ребенок тогда и я как бы оно очень естественное было то что ты находишься с ребенком и не было общения и у меня был свой внутренний кризис там где я там где я выпала в программу жертвы там где я потеряла связь с самой с собой там где я перестала управлять своей реальностью у меня был такой момент и прекрасный этот год я провела одна у меня не было на тот момент я удалилась от друзей от родственников и это время это время было глубокой трансформации и когда из сознания жертвы да из сознания отсутствия энергии из состояния где у тебя нет денег у тебя нет внутренних ресурсов у тебя болеет физическое тело ты вынуждена мало спать я точно знаю теперь вот даже из любой точки ты можешь выйти в абсолютно другую ты можешь полностью исцелить себя ты можешь вспомнить кто ты ты можешь вновь управлять своей реальностью вот этот год уединения он дал мне возможность вспомнить вновь кто я как это заказывать опыт который ты хочешь проживать как это управлять внешним вот этим миром который кажется что снаружи меня как заказывать опыт на проживание как загадывать банально как загадывать желание как управлять энергией как вновь пробуждаться через оргазменность вот это все происходило в этот год поэтому я могу посоветовать не бойтесь быть в уединении что-то тихое оно всегда в нас услышать нужно убрать шум и оно слышно становится а ты еще рассказывала что было время когда ты посвятила полностью обучению и ездила по разным мастерам впитывая знания расскажи подробнее об этом периоде да мой опыт начался достаточно рано уже с 13 лет я глубоко медитировала я глубоко изучала жизнь мне я помню тогда казалось что какие-то взрослые очень странные они говорят все время неправду мне казалось странным решение квартирных вопросов у родителей я задавала вопросы я помню а почему мы так сильно заботимся о том что купить какая квартира если все мы умрем потому что я уже попала на пухорны к тому времени я говорю мы все умрем какой смысл так сильно заботиться вот об этом или о том и уже лет с 20 23 я уже отправилась по миру в поисках просветленных мастеров учителей все то что кормило меня духовной пищей потому что все мои путешествия за границу были поиском можно сказать самой себя поиском духовной пищи потому что страны мне были не настолько интересны как мастера если я слышала что о вот здесь в Индии есть какой-то мастер он проводит какие-то обучения я уже была там и лет 10 я провела путешествуя по Индии по другим странам и каждый если я слышала там есть пробужденный мастер все я уже сидела там на сатсангах впитывала эти вибрации слышала и мне казалось что да 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 вот это мое это все я это все понимаю я тебя слышу я тебя чувствую и мне казалось в этот момент что это мое и вот я была абсолютно счастлива в этом и лет через 10 нет даже не через 10 наверное лет 12 где-то вот так 13 продолжались мои обучения я кстати до сих пор обучаюсь если я вижу что у какого-то человека есть опыт навык который мне интересен и он пробуждает энергию и он расширяет сознание и он чему-то обучает я учусь и я вхожу в роли ученицы до сих пор но вот такой поиск мастеров учителей он в какой-то момент закончился внутри что-то произошло что-то случилось и я поняла что я достаточно четко слышу саму себя а значит я слышу жизнь да и у меня потребность в таких мастерах она естественным образом закончилась я уважаю мой земной поклон каждому из них кто сыграл свою роль в моей судьбе кто взращивал меня по вибрациям кто убирал из меня лишнее кто дал мне возможность чувствовать и так далее я благодарна каждой ступенечке вот этой но вот сейчас у меня уже потребности допустим нет и если приходят учителя бывает в тонких измерений учителя приходят конечно же я обучаюсь я не против обучаться если чья-то вибрация выше моей да конечно я хочу мне нужен этот человек я буду я буду там на сегодняшний момент у меня потребности такой нет а что значит учителя приходят с тонких вибраций ой ну ты мы же не единственное измерение то есть земное измерение оно не единственное и возможно да то есть я вот я рассказывала что с раннего возраста я свободно покидала физическое тело и большинство моего духовного обучения на самом деле происходило в других измерениях и это тоже возможно и кстати есть в планах записать курс как выходить в осознанное сновидение а из них выходить в другие измерения да в астральную форму это все возможно это все доступно это потребует тренировки навыки управления сознанием навыки управления сборки сознания разборки сознания смещением перемещением сознания за пределы физического тела это все реально возможно и это может практически каждый человек то есть можно развивать эти все навыки и до есть муки мастера учителя с которыми до обучение происходило там то есть со мной происходило самой я не училась да допустим это просто было со мной я с этим пришла можно так сказать но развивать навыки можно и вот когда я с этим пришла и через какое-то время у меня был негативный мой опыт когда я не могла вернуться в тело я понимала что если я еще несколько часов не найду свое физическое тело я потеряла его то я могу умереть и вот этот страх он очень сильно меня заблокировал на несколько лет и мне пришлось для самой себя придумывать практики как снова выходить чувствовать свою астральную форму и как снова учиться выходить другие измерения и вот на этом собственно говоря курс курс теперь то есть я саму себя учила а как снова потому что очень хотелось это очень интересно это очень живая это такая же реальность как она такая же реальная как это измерение абсолютно такая же реальная а как ты совмещаешь все эти знания в себе с обычно скажем так до семейной жизнью вот у тебя есть ребенок в этом плане я очень заземленная я дизайнер я люблю материю я обожаю красоту в деталях я люблю чтобы ложечка была изящной красивой я хочу чтобы байк был вот именно новый байк это именно вот такой который я хочу я люблю красивую материю я очень заземленная в этом плане и в этом я вижу баланс то есть я за материю материя это изобильная часть это изобилие и я не скажу что я мега привязана к материи но я люблю материю я люблю природу я люблю красивые виллы мне это все очень очень нравится красивое платье я люблю я люблю ювелирные украшения дизайнерские которые сделаны вручную я люблю то есть дети мужья отношения я обычный человек в этом плане я люблю секс я люблю вкусную еду я люблю фильмы посмотреть почему нет я переживаю чувства и эмоции есть гнев я проживаю гнев есть страсти проживаю страсть есть жизнь я проживаю жизнь есть грусть я проживаю грусть то есть я вообще живой человек я в контакте с жизнью такой какая она есть хочу плакать я плачу хочу рыдать я рыдаю нет такого что я идеально я позволяю себе быть в общении идеальной если я хочу проявляться плохой я проявляюсь плохой я в этом вижу естественность то есть нет какой-то формы в которой вот я застрюю или например а я только духовная я вот такая это не всегда я мега духовные не всегда я шастую по измерениям я иногда люблю просто мчаться на байке и чтобы волосы назад вот то есть я обычный в этом плане человек и это дает мне возможность понимать любого человека абсолютно любого чтобы там не происходило когда-то мне приходит на индивидуальную консультацию она мне понятно с ее опытом и в этот опыт я заходила и в этот нет такого что допустим ой это так аморально да нет у меня такого я принимаю твой опыт ты хочешь этот опыт проживать да пожалуйста да почему ты ко мне что ты хочешь если ты хочешь трансформировать давай потрансформируем хочешь вопрос о том что ты этим наслаждаешься или нет ну так он бы так я совмещаю прекрасно мой духовный опыт помогает мне на самом деле просто жить как-то вот твой духовный опыт ты его реализовываешь в материи материальной жизни то есть какие-то да какие-то инсайты которые тебе приходят там ты их используешь семейной жизни в бизнесе здоровье конечно то есть мы с дочерью делаем расстановки мы с ней можем даже вот есть тантрическая техника мы смотрели друг другу глаза плакали говорили друг другу о чувствах конечно же тантра да 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 все практики конечно же они вообще все практики вышли из моей жизни на самом деле я ничем не делилась до недавнего времени и мне все говорили свет такая вообще ты ничем не делишься почему ты там ты можешь оргазмировать несколько часов почему ты этим опытом и знаниями не делишься все что я создаю на самом деле я этим сама пользовалась и мне то что я использую и заказываю опыт который я хочу проживать я то есть в этом роде я то как управлять реальностью можно очень просто через женское начало и даже не управлять реальностью а позволять проживать то что хочет проживать душа это очень просто делать когда ну просто но и по этапам да все когда сознание выросло это просто и я так живу и вот из того как я живу я сделала скажем так ой давайте я вам расскажу что вот так вот можно хотите берите вот так вот то есть все основном на личном опыте на твоем прожитом прожитом опыте и мне да кажется что я проживаю опыт пяти или восьми или десяти человек у меня очень высокая степень событий моей собственной жизни и я знаю очень много я знаю все о боли о страдании просто я проработала себя допустим да я вышла из эмоциональной боли я в ней уже никогда не застряну я вышла из состояния страдания да я знаю что из этого можно выйти мой опыт это это все то что вот создается это просто мой опыт его очень много и очень много опыта других людей который проходит сквозь меня через консультирование через работу с группами очень много человеческого жизненного опыта проистекает и когда я работаю с человеком я следую за процессом который проистекает в человеке я не меняя его судьбу я следую за процессом следую за душу этого человека и помогаю душей исцелить либо как-то перенаправить процессы этого человека вот как-то даже так а скажи пожалуйста по своему опыту опять же в отношениях до семейных то есть когда люди закрыты друг от друга когда мы ранее говорили да не говорят из души в таком случае если возможно что-то изменить или это означает что отношения уже утеряны да нет это не означает иногда иногда очень часто наблюдая что отношения действительно уже закончились но люди продолжают быть вместе вот эту ложь я не поддерживаю и она на группах на работах она очень быстро вскрывается а вот что касается возрождение диалога души да можно конечно через практике можно открывать сердце и слышать партнера к сожалению часто случается так что когда приходит чувствование понимания себя то очень часто на тренингах партнеры понимают что они закончились такое случается и это тоже это правда они вдруг признают правду бывает такое что они вдруг начинают друг друга впервые слышать чувствовать это конечно происходит через сердце через энергопрактики возможно оживить то есть через даосские практики через тантрические техники да можно оживить уснувшие сексуальное влечение оживить страсть оживить вновь притяжение друг другу можно конечно если дух отношений живой проработать свою сферу сексуальную да по управлять оргазмами конечно можно это просто практики техники которые дважды 24 раскладываешь по алгоритму дело это это же правило управляет этой мышцы так вот этой так двигать тут смотри вот так это продано достаточно простые техники они работают а что ты можешь сказать о людях которые к примеру не чувствуют никакой не сексуальной вода никакого не сексуального влечения никаких вебильных вот моментов им не нужно то есть они любят обниматься не принимают это и сами не проявляют то есть это такой психотип человека и в принципе ему так нормально можно его оставить либо же ему тоже стоит открыть сердце потому что она закрыта в этот момент он этот выбор самого человека то есть я могу дать инструментарий тем кто сделал выбор что я хочу допустим раскрыть сексуальную энергию я хочу научиться управлять реальностью я хочу раскрыть оргазменность на всех да там уровнях сознания себя хорошо вот возьмите инструментарий но сделать выбор за человека человек сам делает выбор я хочу что-то этому обучаться не хочу мне это нужно или не нужно если ему достаточно обнимашек да пожалуйста да то есть а если хочешь обучиться как максимально доставлять до удовольствия себе и партнерша как сделать обыденный секс ритуалом и медитацией как сделать соприкосновение с партнером духовным событием пожалуйста вот бери вот эти инструменты и пользуйся вот так вот я бы ответил скажи пожалуйста то есть такое развитие ножи в одинаково важны для мужчин и для женщин как ты считаешь духовное развитие развитие именно тантрической системы даоских практик то о чем мы говорили но я считаю что современное общество она нуждается в том чтобы возрождался культ сексуальности здоровой да и отношение к сексу как духовному переживанию мы как вообще вот как проявление людей мы нуждаемся сейчас в этом я это вижу так я это чувствует так потому что на сегодняшний день вся наука сексуальности а что такое сексуальность это сильная жизненная энергия сила в нас жить сила жить она первое блокируется моралью второе отсутствие культуры полная как это использовать третье контроль над этой энергией четверто извращенная форма от подавления секса вся порнография да вот все искажения существуют только потому что естественное сексуальное течение энергии в нас но подавлено оно искажено в различных энергоцентрах и я вижу это как здоровое возрождение культуры что оргазм это глубочайшее духовное переживание в человеке оргазм должен стать медитацией духовной историей практикой и этому нужно учиться я за возрождение этих знаний которые дают современному человеку возможность все таки и расслабляться и отпускать контроль это же все про это и ваструл возможность эволюционировать но эволюционировать и кстати через наслаждение а вы голубой путь в просветление через наслаждение через удовольствие через какой-то некий кайф через расслабление отпускание контроля я за эту историю а с какого возраста ты считаешь нужно начинать такое рода обучение а если рассмотреть этапы Допустим, вот мы берём женщину, женщина проходит в несколько этапов. Вот она была девочкой, и вот гормональный фон изменился, и она уже начинает превращаться в девушку. Вот тут уже в этот момент нужна первая инициация, помогающая ей переходить из детской, из девочки в состояние взросления. Объяснить, что уже как. Раньше были обряды, обрядовость помогала проходить эти этапы. Сейчас нет ничего, мы сами по себе, мы там что-то в интернете нашли, подружка рассказала. Хорошо, если мама немножко посвятила, что происходит с твоим телом, почему, да, почему тут увеличивается, тут что-что-что. А вот меняется психосоматический фон, и этот момент, он непростой. Из ребёночка стать вот уже девушкой. Потом следующий этап, с девушкой мы превращаемся в женщину. И тут уже нужно обучение и инициация. Из женщины мы входим в состояние материнства. О боже, это такой этап. Нам тоже нужны знания, нам тоже нужно, да, становление на этом уровне. А из материнства мы выходим в зрелое материнство. Когда ребёнок выходит вновь в 13-летний возраст, и с этого момента снова нужно ребёнка отпустить. И этих знаний их вообще нет в современном обществе. Вернее, они есть, но они не обобщённые. Я думаю, что вот где-то вот 11-12 лет, 10, уже бы хорошо создавать такие вот институт благородных девиц, да, где помогают, я всё-таки за раздельное обучение, потому что женское тело отличается от мужского, женская психика отличается от мужской, и наши процессы происходящие, они отличаются, на нас влияет луна. У нас вот этот цикл, поделённый на 4 недели, да, и как на нас влияют гормоны, мы отличаемся. И нам нужно, я за то, чтобы женское воспитание было отдельным от мужского и было совместное какое-то. Вот так. А у тебя на практике были ли такие моменты, когда приходили к тебе на консультацию мама с дочкой? О, да, частая история мамы с дочкой, и очень часто эта история про то, что мама не отпустила со своей пуповины дочку. Когда мама начинает жить судьбу дочери, и она может этим заниматься всю свою жизнь. Дочери может быть 50 лет, маме 70, но мама продолжает вот на такой вот толстенной пуповине проживать жизнь за дочку. Она участвует в решении всех вопросов, связанных с мужем, с детьми и так далее. Дочка пребывает в состоянии такого ребёнка, да, правильно это в 13 лет отпустить на становление взрослого человека. Правильно пуповина должна быть уже, да, прервана, оторвана, и мама должна давать уже возможность дочери проживать тот опыт, который она хочет проживать. Это не говорит о том, что мама не даёт советов, да, но она даёт, если её спрашивают. Вот, а частая история, что мамы слишком много, и мама называет это любовью. Но это уже не любовь, это уже контроль, это уже власть, это уже манипулирование жизнью своего ребёнка. Это уже не любовь, да, потому что любовь тотально, она даёт свободу. Любовь никогда не держит в узде. Любовь не хватает, любовь не цепляется, не управляет, не контролирует, не манипулирует. Любовь всегда даёт свободу. И вот в этих практиках я всего лишь могу показать, что тебя слишком много. Либо дочке показать, что ты засиделась на поповине у мамы, и часто у таких дочек нет личной жизни, потому что слишком много мамы. А в истории с мальчиками, да, когда с сыном очень много, ну там своя история вот. А вот касательно мамы с сыновьями, приходили ли к тебе такие на консультации? Был ли такой опыт? Бывает обратная история, когда нет должного контакта на уровне любви между мамой и сыном, либо доминантная властная мама, либо мама, вот, кстати, с закрытыми чувствами, с закрытой анахатой. И когда мужчина не напитался правильным потоком любви от мамы, он не впитал нежность, он не впитал ласку, тогда формируется психотип такого сухого, властного, манипулирующего мужчины, иногда это мужчина-диктатор, либо наоборот формируется податливый, слишком мягкий, безвольный, не владеющий своей болью такой мальчик, застрявший до какого-нибудь 50-летнего возраста в мальчике, который подчинённый становится, он ищет в своей жизни маму, находит её и подчиняется воле уже теперь мамы, то есть жены. Мама равно жена у них, как правило, и он под её волей. Хотя на самом деле мужская воля точно так же, да, в идеале должна быть свободно проявлена. Мы друг другу партнёры, мы не можем быть под чьей-то волей, так или так, да. Эти навыки — это тоже осознанное проживание. Я завожу этих людей в осознанное проживание, где твоя воля подчиняется, где ты подчиняешь волю другого человека. Осознанное проживание даёт видение ситуации, где и что. Мы можем в это играть, но неосознанное пребывание под волей мамы рождает небезвольного мужчину. И, как правило, они начинают употреблять наркотики, либо пить алкоголь в определённом возрасте. Вот с этим всё время работаю. Мужская сила, мужская воля открытая, проявленная — это очень красиво в мужчине. А такой мужчина может проявляться и как деспот, и как податливый одновременно? То есть может, да-да-да, есть разные варианты. И очень часто вот эти программы «Жертва и палач», про которые ты говоришь, они вот в таком альянсе. С одной стороны — жертва, с одной — палач. Палач часто играет роль жертвы, жертва является... Ну, возможны все варианты. Многогранная жизнь, она так по-разному проявляется, да, может... И это как бы показать того, что у мужчины закрыт сердечный центр, нет связи с собой? Ну, если так вот грубо подытожить, то жертва не умеет отдавать любовь, а палач не умеет принимать любовь. Если совсем вот грубенько так, да, потому что возможны вариации, возможны разные способы. Так или иначе, формирование психотипа палача и жертвы в основе будет неправильное течение любви, что в том, что в другом. И когда разбираешь, почему конструктор сложился именно таким образом, всегда уходим в детство. В 90% случаев мы уходим в детство, уходим в травматичное детство, в историю отсутствия потока любви от папы, либо потока любви от мамы. Поэтому я вот эти базы поставила в марафон, потому что они позволяют исцеляться вот уже на этих уровнях. Пока мы не нашли себя в сердце мамы и папы, мы продолжаем вот в эти роли попадать. А женщины, если у них тоже какие-то, ну вот, проблемы в отношениях с родителями, они тоже уходят в такие крайности, да? Да, абсолютно. То есть тут полового признака особо нет. Женщина тоже может быть диктатором, палачом, жертвой. Да, но, как правило, жертвы ко мне на консультацию не приходят. Так или иначе, любая роль, которую мы поддерживаем в жизни, она нам выгодна, она нам нравится. И сколько бы жертва не уверяла, что я так страдаю, мне так плохо, у жертвы всегда есть выгоды. Почему она находится в этом состоянии сознания? Почему она в этом, да, ей выгодно? Потому что жертва никогда, она не несет ответственности за свою судьбу. Она всегда говорит, это потому что он виноват, она или вот этот. Сознание жертвы, оно всегда такое. И быть жертвой очень удобно, потому что есть мама, на которую можно, да, сказать, «Ой, это все мама» или «Это все муж». И очень редко жертвы появляются на консультациях у меня, прямо по единицам. А кто чаще всего появляется? Недолюбленные дети. Чаще всего дети и либо люди, которые хотят идти на следующий уровень. Это другая категория. Те, кто хотят уже готовы освобождаться от программ, любых программ. Жертва, палач, всевозможные, да, состояния нехватки или ресурса любви, непонимание, кто я в этом мире. Те, кто хотят понимать, кто я, какое у меня предназначение. Либо они хотят чему-то обучаться. Вот такая категория. Кто-то меняет минус на плюс. Ну, то есть обыденная реальность, да, я оцениваю это как минус. Хочу понять, почему у меня именно такой опыт, почему я именно этот сценарий жизни проживаю с разными людьми. Как мне этот цикличный сценарий завершить и выйти в другой. Вот такие вот приходят люди. Прообразом стал мой друг этой картины. Позировал, держал руки. Но в целом это история единства света, тьмы, мужского, женского. Сейчас у него на груди появится знак. В одной из своих медитаций увидела. Он объединяет духовный и земной мир. В общем, процесс преображения шел постепенно. Сначала рождался образ, потом крылья. Потом крылья меняли цвет. Потом менялась форма, менялась лицо. В какой-то момент родился образ Будды. Целиком и полностью, я думаю, что не более вот этого размера. Этот знак, он будет у него как раз в области сердца. Будет соединять небо и землю. В свое время я помню чертили табуретки в художественной школе руками. Поэтому рисовать на картине я уже могу и так. Это источник, источник света, который в руках. Это связь с истиной. Связь с потоком знаний самого источника. Так вот все-таки первый вариант я оставлю. Мне понравился больше. Вот этот знак, кстати, он у меня есть в моем ювелирном украшении. Которое мне изготовили по моему эскизу. Я его чуть позже покажу. Оно мое единственное на сегодняшний день. Из авторских. Которые я сама в себе придумала. Вот, а теперь этот знак появится в картине. А еще у этого мольберта очень интересная история. Этот мольберт находился в реабилитационной клинике. Для людей, которые вышли из измененных состояний сознания. И они творили картины для того, чтобы привыкать к обычной жизни. К обыденной реальности. И вот эти вещи когда-то служили этим людям. Впоследствии даже в Киеве была организована выставка. И она, по-моему, называлась «Соседние миры». Или какое-то красивое название было у выставки. А теперь он достался мне в подарок. С такой вот долгой историей. Это люди, которые находятся в клинике, в клиниках для... Их называют, по-моему, правильно, клиникой для сумасшедших. Людей, у которых что-то случилось с психикой. Сильно изменившаяся психика. И есть люди, которые возвращаются в обыденную реальность. И как проходят реабилитацию. Получают, скажем так, вторую жизнь. И они очень много творят. И они творят потрясающие картины. Я видела эти картины. Они описывают вот тоже те измерения. Для меня эти люди в большинстве своем абсолютно здоровы. Но они не справились с количеством реальности. Не сумели их, скажем так, собрать, проанализировать, сконцентрировать. И остаться в своей человеческой сборке. Но картины действительно удивительные. И миры очень реальны. Практически Ван Гог. То, что вот они делают. Они потом продают или они там остаются? Они собираются в выставку. И эта выставка, она перемещается каким-то образом по миру. Когда ко мне в руки попадают краски и кисти, я могу не понять, как прошли 4 или 5 часов. Мне кажется, что прошло минуты, ну, я не знаю, минут 20. Это образ пробужденного человека, который соединяет в себе дуальности. Ну, что у него вот здесь в руках источник света. Но крылья его темные. То есть он в контакте со светом и с тьмой. Его лицо не мужское и не женское. Оно олицетворяет спокойствие, неспешность. И отсюда идет источник света, а сверху спускается ночь, темнота, там горят звезды. И единство противоположностей. И его знак на груди означает слияние духовного мира и материального земного. То есть он весь собранный из противоположностей, сотканный и собранный в единое целое. А прообразом его лица служил мой друг. Написан его портрет. Не совсем похоже, но оно так и не должно было быть похоже. А идея о том, чтобы самостоятельно организовать вот такую школу условно благородных девиц, как ты говоришь, приходила ли к тебе? Приходила много раз. И я не знаю, сейчас пока что, это не про сейчас. То есть может быть, если так будет двигаться жизнь через меня, я буду чувствовать в этом ресурс, буду испытывать чувство радости, приток безумного количества энергии в эту сторону. Я почувствую обладание этим ресурсом, кого-то чему-то учить в подростковом возрасте, передавать, создавать этот институт. Я этим займусь. Если нет, то нет. Но сама идея, она мне очень нравится, она очень близка. На сегодняшний день вот это так. То, что я сейчас, допустим, создаю, это дает возможность огромному количеству женщин и так соприкоснуться с исцелением, с освобождением сексуальной энергии, с раскрытием оргазменности. Да, пожалуйста, да, уже. Тут другой степень уже даже ответственности. Да, я не исключаю, что когда-то, да, когда-то это может случиться. Приходила идея. Ну вот на твоем марафоне, который ты сейчас создала, нет возрастных ограничений. Ограничений? Да. То есть девочки тоже могут, в принципе, его посетить. Ну опять вот какие девочки? Какая-то часть программы, да, она уже может прямо вот с 14-летнего возраста использовать. Это работа с мамой, с папой, с внутренним ребенком, постановка целей. Ну, конечно, тема оргазменности, раскрытия, раскрытия предназначения, может быть, да, уже в 14-летнем возрасте. А вот раскрытие оргазменности, тантрические техники рановато все-таки. Я думаю, что 18+, вот эта программа, если брать целый марафон, она уже для тех, кто вырос, кто уже понимает, что такое сексуальная энергия и кто уже готов идти на следующий шаг. Марафон, он все-таки для более взрослых девочек. Как вселенная, то есть ты как бы замечала знаки, приходит отсюда, здесь кто-то что-то сказал, то есть такое что-то, ну как бы, что тебя ведет, потому что она же оберегает, да, тебя как бы обволакивает вселенной. И вот эти знаки начали приходить, и ты постепенно, то есть ситуация нормализовалась. Был ли такой момент в жизни? Ой, ну, конечно, были моменты, когда жизнь тебе подсказывает, она тебе дает знаки, а ты без конца этого хочешь, и вот это сильное желание не души, а личности приводило всегда к не тому. Я помню, что у меня начинались тогда еще вот давно отношения, в которых, ну, не нужно было мне там находиться, это были тяжелые кармические отношения. И мне идет ряд знаков. Ни с того ни с сего падает стекло от кухонного гарнитура перед тем, как я должна была ехать к этому мужчине, и вот так вот рушится перед моими ногами. Я понимаю, что у меня такой сильный знак, но я упрямая, и я все-таки решаю ехать. На следующий день в мою дверь въезжает автомобиль задним ходом. Вот уже второй сильнейший знак. Не надо тебе ехать к этому мужчине, ну, не надо тебе туда, тебе будет плохо. И я игнорирую вот такой второй знак. Это времена моего упрямого, тогда личность была очень сильная во мне. Я так, нет, я хочу. То есть продавить пространство на свое желание можно. Вопрос, надо ли. Такой очень опыт, и эти отношения дались мне очень тяжелым опытом, после чего я вот уходила в эту депрессию. Это был тяжелый жизненный на самом деле опыт, но, видимо, он мне был нужен. Были еще какие-то такие яркие примеры, когда ты чувствовала, что Вселенная дает тебе знаки, что либо так не нужно делать, либо наоборот дает тебе такие весточки, которые помогают тебе выйти из этого состояния, как бы такие. У меня был период серьезный проблем со здоровьем, когда я уходила в материальный мир совсем, да, это вот времена, когда я забывала, кто я, когда я говорила, да ну вас со своей духовностью, и вообще, и вообще какая эзотерика, я обычная земная женщина, я хочу мужа, денег, детей, и вообще, вообще мне это все не надо. Я очень серьезно заболеваю, у меня случаются проблемы со спиной, ну не буду так в подробностях, я оказываюсь на операционном столе. И оказавшись на операционном столе, перед тем, как я, ну для меня, да, не вопрос, я выхожу, выпрыгиваю из тела, и меня обволакивает любовь, любовь такой интенсивности, которую я никогда не переживала. Я никогда не чувствовала такой степени любви, которую я испытала. И я говорю, ну самой себе, я не хочу возвращаться в тело, я не хочу здесь жить, я не хочу здесь быть, мне неинтересно, ничто в этом мире мне неинтересно, я не хочу быть человеком, я не хочу этих денег, я не хочу этой материи, я не хочу быть мамой, женой, я просто вот в этом состоянии, я говорю, я хочу уйти, я хочу уйти туда, откуда я пришла, Я чувствую такую тотальную любовь, которая несравнима ни с чем, что есть вот в этом мире. Ничто тут её не заменяет. И когда я хочу уйти из тела, а я точно знаю, что я могу уйти и больше не вернуться, что тело умрёт и найдут причину смерти, я вдруг слышу душу своей дочери, которая говорит, «Мама, не уходи, мама, останься, я не могу здесь, я не останусь здесь без тебя». И в этот момент я вплюхаюсь в своё тело, я начинаю рыдать. Я открываю глаза и начинаю рыдать, потому что я вижу, что всё, что я сотворяю со своей жизнью, это не любовь. Я не люблю своего мужа, я не умею его любить, это была правда. Я не умею любить своих родителей, я создаю с ними не любовь. Я не люблю саму себя, я не отношусь к себе ни с уважением, ни с любовью. Я рыдаю несколько часов подряд, потому что я вижу, что всё это не любовь. Это было настолько контрастным переживанием. Я вижу пустотность в своей жизни, я вижу, что я пустая, пустая. Ничего во мне нет и ничего, никакой ценности. Что тело моё умрёт и что всё, что я успела сотворить из своей жалкой жизни, это купить квартиру, найти себе мужа, мне становится очень больно. У меня даже сейчас слёзы побежали. Это был очень такой опыт, это был, ну, это неприятный опыт увидеть такую себя, признать правду о себе, что я ничтожество, ничего я здесь не создала, ничего не сотворила. С этого момента я начинаю думать, а что я говорю другому человеку? А что с тобой происходит, когда ты со мной общаешься? А что произошло, когда я уехала из этой квартиры или из этого дома? Я оставила после себя свет, любовь? Что я оставила после себя? Я стала думать об этом. С этого момента у меня поменялись ценности. У меня ценности пришли, духовные ценности. Кто я в этом мире? Что я говорю? А что я о тебе думаю? Что я позволяю о тебе думать самой себе? Я позволяю тебя разрушать или я позволяю самой себе тебя созидать? Я стала очень ответственно относиться даже к мыслям. Вот так вот учусь до сих пор проявляться через любовь. Через любовь прежде всего к самой себе. Уважать свои чувства, уважать то, что в моем мире внутреннем, ценить его. И ценности пути появились, что существует разум за пределами человека, доступный ему, который можно распознать в себе. Существует ценность самой жизни просто так, без причин, без условий. Существует сам момент просто так. Существует божественное просто так. Оно доступно к пониманию. И вот это всё как-то тогда произошло. Я развернулась на 180% и что-то стало делать по-другому. Ты говоришь, что ты услышала душу своей дочери. Расскажи более подробнее про ваши отношения с ним. Ох, мы безумно близки. Я имею в виду духовно. Да. Эмоционально мы не настолько близки, как духовно с ней. Но хотя эмоционально мы тоже в любви, в ласках, в нежности. Первое, что она сказала, её первое предложение, ей было полтора года, она связала предложение длинное. Она сказала, мама, я пришла к тебе помогать тебе. Это было настолько не соответствовало её полуторагодовалому возрасту, не соответствовало ситуации. Мы гуляли во дворе, в песочнице она вдруг подходит и что-то вот тут. Я пришла к тебе помогать тебе. Это было странно. Потом она мне рассказывала наши с ней совместные воплощения из прошлых жизней. Она рассказывала, сколько раз мы с ней пересекались, где мы жили, какие у нас были тела, какие были. То есть она описывала, что были два солнца у планеты, то есть другие какие-то наши. Она сказала, что тела были другие. Описывала человеческие наши воплощения с ней. Это было, конечно, очень сильно. Меня протрясало прямо изнутри, когда она подходит, так в глаза заглядывает. И оттуда из глубины смотрит и начинает рассказывать. И вот она говорит, а ты чувствуешь, что это так. И она сама плакала очень часто, когда рассказывала. Она рассказывала свои вот эти вот истории, как её хоронили. Ну, то есть у неё были. Потом у неё закрылось со временем. Сейчас я смотрю по её постам, она пишет очень много на тему, кто я, истинности желаний. Ну, так, я смотрю, она просыпается. Но потом где-то в детском садике тоже... Она подошла в какой-то момент ко мне и сказала, «Мама, я не хочу видеть то, что я вижу, я хочу побыть простым ребёнком». Я сказала, «Хорошо». И с тех пор я никогда ей ничего не навязываю. Никаких практик медитации, если она хочет поговорить на духовные темы. Она практикует, кстати, осознанное сновидение уже. Если ей нужен совет, она подходит и спрашивает, «Я сделала вот это, что мне дальше делать?» Вот так вот. Но я её мир не трогаю. Я ей даю свободу искать, что она, кто она. Я поддерживаю все её увлечения. Сейчас она собирается на гитаре заниматься. Хорошо, пусть так. Ну, вот у неё очень рано проснулось ясновидение. Где-то годам к пяти она стала видеть, слышать. И я часто что-то обдумывала в своей голове. И был такой момент, что я ходила, обдумывала про поездку в Индию. Я недавно из неё вернулась просто. Я думала, лететь мне в Ришикеш или не лететь. Нужна мне эта поездка или не нужна? Она пробегает мимо, даже не смотрит на меня. Она пробегает мимо и говорит, «Да, мама, тебе нужно купить билеты на 5-е число». И дальше убегает заниматься своими детскими делами. Я хорошо поняла, я слышу. Но это был уже не первый раз. И это тоже была одна из сильных поездок моих в Индию. Как-то вот так. Индия тоже место моей силы. Тоже моя земля. Одна из сильнейших поездок, где я встретила сразу 5 мастеров. И очень многое произошло. И оказалось, что на эту дату покупают пятеро моих друзей. Конечно, не случайно. Мы вместе с ними объезжаем Индию, обходим гору Аруначала, делаем кору. То есть выясняем, что мы все, не сговариваясь, купили в одну дату билеты в Индию. И мы летим вместе. Это было одно из таких духовных опытов тоже. Но и многое другое. Она делала это на бегу, на лету. Она даже не задумывалась, пока она не отказалась этим всем заниматься. Я была замужем, но это не было моей целью никогда. То есть... Ну, это как бы было. И все вот на этот момент. Но у меня другой внутри, все, что меня интересовало, это развитие моего сознания. Я как будто всегда интуитивно почувствовала свое предназначение в том, чтобы служить другим людям. Я всегда интуитивно где-то ловила, что я полна знаниями. И я объехала, я не знаю, вот сколько людей-одноклассников, у меня одни просветленные мастера были. То есть у меня не так было много друзей, сколько мастеров. И в какой-то момент я поняла, что внешние мастера не закончились. Что-то уже со мной и самой произошло. И что я медитирую, и почему-то люди просятся сами, Света, можно мы с тобой помедитируем? Почему-то в моем поле с ними стало что-то происходить, хотя я уже ничего не делаю. И сейчас это работает. Мне достаточно со мной о чем-то поговорить. Ситуация начинает, как будто туда приходит какая-то энергия, ситуация начинает двигаться. В какую-то сторону на разрешение. Да, в течение часа. Поэтому люди очень любят мне звонить, что-то рассказывать о своей жизни. Ну и все. И вот я вышла в личное консультирование и стала хорошим специалистом в этой области, в индивидуальном, с любыми запросами. Потому что методика вот этого Минделла, она позволяет работать, напрямую в подсознание заходить. Через реакции тела, дыхание. И человек сам не понимает, как он в транс погружается. И там мы находим, как создавалась эта ситуация, по какому убеждению, программе. Меняем ее, создаем новые убеждения. и стиль поведения человека, либо отношение к происходящему, либо вообще вся ситуация меняется. Ну, то есть по-разному. Такая вот тоже такая деятельность. Но она у меня, как бы люди приводят людей. Я ее никогда не рекламировала, у меня нет необходимости. В этой области как-то, ну, сами приходят люди, и других рекомендуют сами. То есть... Вот. С того, что мне самой интересно, мне, конечно, вот про марафон, про детище, которое создано для того, чтобы огромное количество женщин могло воспользоваться инструментами, которые я уже через тело пропустила, через опыт, через тестовые группы, через других девочек. Я вижу, что это работает. Когда девочки звонят, говорят, у меня случились множественные оргазмы. И очень круто. При том, что они на одну практику ко мне попали. На одну. Да, и у них вух, и все, это тело проснулось. Оно проснулось просто. Оно как бы... Множественные оргазмы, это наша природа. То есть это не что-то, что нужно делать искусственно. Ты это не сделаешь. Ты как бы разбудить тело можно. Вот так вот. В таком обычном смысле я никогда не работала, потому что на кого-то. Я занималась бизнесом, занималась какое-то время. Притом подзанималась инвестициями. То есть я достаточно такими объемными средствами финансовыми. Мне нравилось... Мне всегда нравились либо большие амбиции, либо большие проекты, либо большие деньги. Тотальность какая-то. Мне посерединке ни в чем не интересно. Мне интересны такие вот крайние точки, которые дают максимум опыта. И в какой-то момент... Но оно, наверное, плавно текло. То есть я медитировала... Вообще я стала медитировать с 13 лет. Так серьезно. Каждый день по несколько часов. Я не могу сказать, что вот была какая-то причина. Это настолько изнутри шло. И я просто садилась, и я спокойно покидала пределы физического тела. Соединялась с огромными вселенскими... Я даже не знаю, сознаниями. Я визуал. Я люблю очень смотреть вдаль и видеть много километров. И когда я смотрю вдаль, как будто бы у меня расширяется мое мышление. Я как будто бы обхватываю вот этот весь объем. И когда у меня расширяется мышление, у меня начинает очень потоком мыслей хорошие идти. И смотреть вдаль... Мне прямо... Вот мне нравится, чтобы взгляд... Вот близкое расстояние мышцы даже по-другому работает. А вдаль смотришь, и другое ощущение. Еще здесь очень много ветра. Одна из стихий моих любимых – это ветер. Ветер, огонь. И вот если есть ветер, то все... И у меня прям моя зона комфорта. Какая стихия вам ближе всего? Ближе всего. Я думаю, что ветер мне ближе всего. Вторая стихия будет вода. Третья будет огонь. И четвертая уже будет земля. И землю я принимала. И в себе это принятие тела, это принятие этого большого мира, как большого... Вот первая лона нас встречает, это лона мамы, первый такой домик. И оттуда мы выходим, и как будто бы нас встречает вот это большое лона, вот эта большая мать-земля. И я ее принимала. То есть у меня не сразу пришла любовь к телу, к любовь к земле. Это какой-то вообще процесс был у меня, такой длительный. Я скорее не принимала жизнь на земле, я скорее не принимала жизнь в теле, потому что было очень много опытов за пределами телесной оболочки. И тело казалось тесноватым. Моя система восстановления — это природа. Мне очень важно босыми ступнями ходить по земле. Вода — мой источник энергии. Я могу в любом состоянии приехать на океан, уеду я всегда наполненная, очищенная, восполненная. И любые источники, такие как Сибату, водопады — это моя стихия для очищения, восстановления номер один. Вот мне достаточно побыть, в Ати, пообщаться с духом водопада, и все. У меня 10 минут проходит, я наполнилась на пару недель вперед. Вот этим мне остров, может быть, тоже стал близок, потому что тут вода, я еще живу рядом с океаном, для меня источник силы моей. А вы как-то обращаетесь к нему? То есть это какое-то словесное обращение или это с души исходит? Скорее, конечно, из души. Это такой... Я обращаюсь как к живому сознанию. Я воспринимаю океан как сознание, которое вот в такой форме пребывает, перетекающее. И я чувствую океан точно так же, как другого человека, то есть как живое сознание, которое меня тоже слышит, тоже воспринимает. И вообще я весь мир чувствую как единое живое сознание. И можно чувствовать дерево, можно чувствовать землю, можно чувствовать океан, то есть такая... Можно чувствовать другого человека. И когда вот тут открыто в сердце, то ты можешь почувствовать любое проявленное сознание в материи, будь то скала, либо животное, либо человек. Уже теряется граница между тем, что ты можешь прочувствовать через себя. Вот так. А как развить эту чувственность? Чувственность? То есть не все же люди могут почувствовать другого человека даже, да? Чувствовать природу. К сожалению, вот они не все могут, и это сейчас такое явление массовое. На самом деле, почувствовать могут все абсолютно. Мы все из одного... Мы по одной матрице все созданы, мы все... Мы все проявления божественного, у нас одинаково работают вот эти механизмы. Просто какие-то люди раскрываются и могут... У них вот этот маленький домик, в котором сейчас принято жить в социуме, маленький домик, это я, это мое, вот это мои границы, сюда ходить нельзя. И вот это все, оно закрывает. И восприятие, и чувствование приходит, когда открывается сердце. Условно говоря, когда уходят границы между мной и тобой, когда уходят границы между я и большой мир, когда вот здесь ты расширяешься, раскрываешься, и ты перестаешь внутри вот эти вот барьерчики выстраивать. Приходит чувствительность, чувственность, тонкие восприятия. И они у нас, у каждого есть. Просто они заблокированы чаще всего. И, как правило, заблокированы эмоциональными негативными переживаниями. И своей вот такой деятельности, работой с людьми, я наблюдаю, что чаще всего закрывает сердце эмоциональная боль, причиненная другими людьми, которая потом переносится на то, что этот мир враждебен, не дружелюбен, он может меня обидеть, причинить мне боль, насилие. И тогда появляются границы между мной и миром, между мной и другими людьми. Как будто бы нужно от кого-то защищаться, потому что другой может нарушить эти границы, причинить мне эмоциональную боль. И таким образом, год за годом, мы, приходя маленьким ребёнком, дети практически всегда, вот у них раскрытое восприятие, как будто бы всё входит, сквозь них протекает и выходит вот в эту игру, в их деятельность. И с годами ребёнок начинает как будто бы закупориваться, закрываться, закрываться, закрываться. И всё больше вот эти слои защиты от других, от мира. И вот уже человек не чувствует никого. И что самое обидное, он перестаёт чувствовать, что этот мир продолжение его самого, что этот мир дом. И тогда становится возможным человеку, который потерял контакт с сердцем, с чувствованием. Такой человек, он как бы покидает божественную программу, он начинает разрушать этот мир. Он может засорять планету, он может разрушать другого человека. И в этом всём первая потеря происходит между чувствованием себя. И когда возвращается чувствование, вот на практиках я очень часто наблюдаю, как у людей открывается обратно чувствование сердца, и они вдруг... И они плачут от изумления, от переживания тонкого, что я дома. Я в этом мире дома. И что может быть ценнее? И, конечно, когда ты в этом мире дома, ты не будешь разрушать этот дом. Ты не будешь скидывать в реки эти тонны мусора, когда ты чувствуешь реку. И... Ну вот первое, что мне кажется, должно произойти, это возвращение к себе домой. И вот это всё в чувствах. Вот так. То есть это возможно развить любому человеку? Абсолютно любому. Абсолютно любому. И вообще все практики медитации ведут к тому, чтобы мы научились чувствовать себя, понимать себя, осознавать себя. Абсолютно все практики на это направлены. И никому, скажем, вовне, к Богу вовне они не приводят. Потому что всё, что мы вспоминаем, уже есть у нас внутри. А какая медитация имеется в виду? То есть что? Есть ли разные виды медитации? Я сама провожу даосские пульсации, в которых помогаю группе раскрыть сердце. А все практики, все медитации направлены на анахата-центр, на сердечный центр. Также все практики, которые напрямую работают с эмоциональной болью. Потому что когда человек проживает, когда человек не проживает свою эмоциональную боль, которая закрывает его, да, то автоматически человек уходит в такое поверхностное состояние сознания, в страдания, скажем так. И обратный путь он точно такой же. Можно осознанно заходить через практики в боль, распознавать ее, смотреть, проживать ее тотально, сдаваться ей. И вслед за этим боль начинает таять, она начинает трансформироваться и возвращать обратно чувства. И вот эмоциональную боль проживать страшнее всего людям. Нас не учат проживать боль, нас не учат осознанно контактировать с самими собой и каким-то образом трансформации внутренней проживать. Хотя абсолютно каждый человек на земле проходит через эмоциональную боль. И непроживание эмоциональных частей себя, вот оно приводит такое, некое бесчувственное состояние, я его называю страдание. Большинство людей проживает в состоянии страдания, ища замену, ища способы вернуться в чувствование себя. Некоторые используют нелегальные способы, которые на самом деле не помогают. Я имею в виду алкоголь, может быть, ну, такие грубые способы достаточно. Как произошло ваше знакомство с вагитацией? Мое знакомство с медитацией произошло в 13 лет. Мои родители переехали на окраину города, мы жили в последнем доме, на последней улице города, и из моих окон начинался многокилометровый лес. Это были ели, сосны, летали птицы, дятлы. Было очень красиво, но я жила в полутора часах от своей школы и от всех своих привычных друзей. И, оказавшись одна, почему-то я стала часами медитировать. Я даже не знала, что это так называется. Я тогда думала, что мне нравилось то состояние, в котором я пребывала, я закрывала глаза, покидала физическое тело, соединялась со всем вселенским сознанием, я чувствовала себя чем-то огромным и одновременно, чем-то маленьким-маленьким. И эти переживания невероятно меня наполняли. И только теперь я понимаю, что это была истинная медитация, у меня не было мыслей, я пребывала по несколько часов в тишине. И это было моим развлечением в 13 лет. В связи с отсутствием друзей и огромным количеством свободного времени. И так много лет продолжались мои эксперименты над сознанием, я спокойно покидала физическое тело, изучала себя за пределами физического тела. И как-то очень естественно мир эзотерики вошел в мою жизнь в свое время, практики, медитации. И не могу сказать, что это было чем-то странным или стечением обстоятельств. оно было естественным для меня. Медитация для меня это естественное какое-то пребывание и потребность с детского возраста. Скорее всего, я этим занималась много жизней. Поэтому они в этой продолжились. А что вы испытывали в детстве? Похоже ли это на состояние, которое вы испытываете сейчас? я хочу сказать, что тогда в 13 лет эти состояния были намного выше, сильнее. Я спокойно выходила в другие измерения, просто укладывая свое физическое тело отдыхать на кроватку. Я спокойно выходила из своего тела, изучала мироздания и возвращалась обратно. Брала книжки, читала книжки, готовила еду. Я была обычным ребенком. Единственное, что мне не с кем было это все обсуждать. Тогда я еще стеснялась, мне казалось, что я понимала, что другие люди не понимают, когда я говорю на эти темы. Мне казалось, что может быть со мной что-то не так. Но я не сильно так об этом заботилась. И сейчас допустим для того, чтобы попадать туда же я уже много практикую. А тогда оно было вот так. Вообще без усилий. Совершенно без усилий. А с чем это связано? У меня был... Я думаю, с негативными опытами различными. Все-таки накладывается вот эта человеческая часть, где тебе нужно ухаживать за физическим телом, думать про финансы, об одежде. У тебя появляются заботы. Все приходит человеческая такая вот форма очень сильная и все. И тебе уже нужно медитировать, чтобы вспомнить кто ты. А будучи таким ребенком, подростком, оно было все открытым, спонтанным. Я писала сказки, я помню. Садилась, писала про... Ну, я сначала путешествовала по мирам, а потом я писала эти сказки. К сожалению, не сохранились. Мне самой было бы сейчас интересно почитать вообще, что я там писала. Я помню, что мои герои проходили через зеркала, попадали в другие миры. И вот эти сказки, они описывали эти миры. У меня всегда была девочка, которая по ним путешествовала. Вот так вот. А что значит выходить из тела? То есть, как это можно объяснить на физике? На физике? На материальном. То есть, как это выход из тела? Что вы чувствовали? Какая-то техника дыхания помогала этому? Что происходит? Ну, если говорить про сейчас, то для того, чтобы быть из тела, мне нужны практики. Мне самой нужно заниматься осознанными сновидениями. Я создаю намерение о том, что я сегодня во сне, я проснусь и буду понимать, что я сплю. И дальше из осознанного сновидения можно выходить точно так же в астральные измерения, да, в другие измерения и уже переходить, проснувшись во сне первоначально. Когда-то, тогда, мне не нужны были эти техники и практики. Я их изобретала для самой себя, чтобы спустя годы вернуться. А вернулась я, кстати, после того, как я встретила своего первого мастера, с которым я провела несколько лет медитации и практик. И тогда у меня стало возвращаться все вновь, все воспоминания. Как это выглядит? Это выглядит все, смотря, куда ты выходишь на самом деле. Но если мы говорим про астральные измерения, это все то же самое, только у тебя восприятие сферическое, более объемное, и у тебя нет физического тела. Ты можешь его там себе создать, воспринимаешь на огромной скорости весь поток информации одновременно. Вкус, цвет, вопрос-ответ возникает одновременно. Если случается сообщение, то оно там телепатическое на огромной скорости. И ты сразу пакетами информации огромными обмениваешься. и по ощущениям немножечко даже, я бы сказала, богаче восприятие. И разница в том, что у тебя здесь есть физическое тело, а там его нет. Но восприятие точно такое же. И есть моменты, вот те, кто практикует осознанное сновидение, не знают, когда ты начинаешь, ну, ты не понимаешь, ты проснулся или нет. Ты там или ты здесь. у меня есть свой способ. Я подхожу включать выключатель. Если я его не могу включить, я еще не вышла. Настолько похожи вот измерения иногда бывают. Вот. А в целом, смотря куда, смотря куда выходить, от этого зависит. Некоторые не похожи на этот мир, смотря куда перемещаться. Я хотела бы сказать, что этот мир, он удивительно прекрасен, он живой, он тебя чувствует, он тебя слышит. Ты в этом мире дома, ты в этом мире можешь быть творцом реальности, ты можешь управлять своими оргазмами, ты можешь пробуждаться, ты можешь исцеляться. Из любой точки координат, что бы ни происходило в твоей судьбе, какими бы программами, паразитами ты была не утяжелена, что бы ни происходило, абсолютно полное преображение в другую точку координат, в раскрытии твоего потенциала, в проживании своего предназначения, в проживании себя, в ощущении себя просто божественным сознанием, это возможно, ты можешь всё, и я бы хотела сказать, просто поверьте в себя, и всё возможно, всё возможно, волшебство, живое, оно существует. Светлана, а что для тебя является самой главной тайной в жизни? Ух, вот думаю, как это всё безумно, вот такая тайна, как это всё так безумно гармонично устроено, как можно сотворить, вот как сотворилась и материя, и соседние измерения, и в таком балансе это всё пребывает, вот для меня тайна, потому что я понимаю, что ещё и пределов постижения этой тайны нет, она меня пугает, потому что ты думаешь, что ты что-то знаешь, и потом на следующем уровне ты снова обнуляешься, и ты снова ничего не знаешь, вот для меня самая большая тайна, а что же там ещё дальше, а что дальше, вот оно познано, вот это познанное измерение, а что есть ещё дальше, там же точно есть тайна, вообще вот это слово тайна, это мой ориентир по жизни, Там, где есть страх, это для меня маяк. Мне туда. Вот. Не знаю. Мне кажется, что я саму себя еще не познала до конца. И это для меня в чем-то тайно. Вот. Ну, радует, что, наверное, это как-то еще может продолжаться. Меня зовут Светлана Геята. И я приглашаю на курс «Инструкция к женщине». Этот курс уникален тем, что он создан женщиной для мужчин, который соединил в себе навыки и знания даосских практик и тандры. И этот курс выдает тебе готовые инструменты, доступные каждому из мужчин, которые открывают сексуальную энергию и обучают тебя разделять оргазм и эвакуляцию. Этот курс обучает тебя направлять эту энергию в свою женщину, направлять эту сильную сексуальную жизненную энергию в свои финансы. Этот курс сделает тебя сильным, уверенным в себе, настоящим любовным сексом. Если ты женщина, этот курс станет прекрасным подарком для твоего мужчины. Обязательно переходи по ссылке, которая есть внизу под описанием. Субтитры создавал DimaTorzok